Многое пережил. Он понял, что у его отца было много врагов. Даже старик спросил о Су Тяньчин. Может быть он из армии Тяньсян? Глава 630. Глава 630. Маленькая черная комната. Ветерок беззвучно дул им в лицо. В глубине души все были очень напуганы. Никто не осмеливался заговорить. Руки вице-президента испускали зеленое свечение, когда он пытался восстановить свою рану, но это, казалось, не было эффективным. Шрам от драки словно отпечатался на его теле. Зловоние крови. Ужасающая сцена. Лин Джун Лэй был еще более напуган, чем другие, его лицо было пепельного цвета. Он не мог произнести ни слова, чтобы даже вице-президент проиграл, какова личность сильного эспера, который внезапно появился. Вы вице-президент кипел от унижения. На глазах у публики он, как вице-президент, оказался в таком плачевном состоянии. Это просто непростительно. Ты смеешь вторгаться в мой колледж, Джанчжинь. Рев вице-президента отозвался эхом и потряс весь колледж. Независимо от того, какая личность у него есть или для чего он здесь, вице-президент, хотел, чтобы он понял тот факт, что теперь он сталкивается со всем колледжем. Джанчжинь. Нет, насколько высока его индивидуальная сила, Джанчжинь колледж имеет не только одного мирового эспера. То, что вице-президент получил в ответ, это один большой удар, пощечина. Розоватый отпечаток ладони украшал лицо вице-президента, когда оно начало опухать. Тебе это дорого будет стоить? Очевидно, вице-президент был в ярости от того, как с ним обращаются. Как только он собрался что-то сделать, все вокруг снова изменилось. Где-то в глубине колледжа появился луч света, взмывший в небо. В воздухе образовались бесчисленные частицы энергии. Когда они сгустились вместе, снова образовав сгусток энергии перед приземлением, появилась фигура мужчины средних лет. Его внешность казалась обычной. Даже если его бросят в толпу, его присутствие не привлечет никакого внимания. Однако, когда все увидели его лицо, они были ошеломлены. Независимо от того, куда вы идете в Джанчжинь, вы можете увидеть его фигуру. «Хотите ли вы его видеть или ненавидите, вы заметите его существование, Чен Тянья, да конкол ли Джанчжинь». Вице-президент был потрясен тем, что его лицо стало еще бледнее, чем раньше. «Ты разочаровал меня». Чен Тянья посмотрел на него с большим разочарованием, но вице-президент уже обильно потел. «Просто отпусти себя», Чен Тянья махнул рукой. «Иди в закрытую комнату и медитируй. Когда вы во всем разберетесь, вы сможете выйти сами». «Хорошо. Только теперь он наконец серьезным выражением лица покинул сцену. А теперь...» Все студенты не могли даже перевести дыхание от того, как это событие обострилось. Вице-президента фактически выгнали отсюда. Это было за пределами чьих-либо ожиданий. Что касается Лин Джун Лэй, он был бы гораздо хуже. Даже такой важный персонаж, как вице-президент, беспомощен, как может простой никто, как он убежать. Когда он пытался защитить себя словами, Лин Джун Лэй заметил, что декан даже не смотрит на него. Он был поставлен в неловкое положение, должен ли он быть благодарен или печален. И тут в голове возникла мысль. Он, как мелкая сошка, даже не заслуживал пристального взгляда декана. «Похоже, ты действительно в уединении». Воздух задрожал, создавая серию звуковых волн, которые спроецировали голос старика. 3D-проекция – это одна из новых технологий колледжа Джанчжинь. Я думаю, вы действительно настолько ленивы, что не хотите тратить энергию. «Разве ты не такой же?» Деканат шутился. «Чтобы прийти в мой колледж Джанчжинь, ты используешь своего двойника. Ты не слишком самонадеян?» «Двойник?» Все задрожали, услышав это слово. Даже сухо не смог удержаться, чтобы не поразиться услышанному. Тот, кто дал пощечину вице-президенту, просто двойник. Судя по ауре, этот человек очень похож на декана. Означает ли это, что этот старик также является одним из тех, кто стоит на вершине этого мира? Путь к тому, чтобы стать сильнейшим эспером. За этой фразой последовал вздох, вжух. Когда замерцал свет, эти двое, казалось, общались между собой, не позволяя посторонним подслушивать. Через некоторое время декан задумчиво посмотрел на сухо. «Может быть, тот, кто вас интересует?» «На самом деле он?» «Да», — ответил старик. «Если я не ошибаюсь, его личность должна стать для вас огромным бременем. Декан, кажется, нарочно напомнил ему. Не проблема, старик покачал головой. Есть вещи, которые рано или поздно надо решать. Но его мировой отпечаток у декана были некоторые сомнения. Есть ли только один способ войти в мир эсперов? Эпоха зарождения миновала только 20 лет назад. Мы натолкнулись на путь, но вы уверены, что в будущем не будет другого пути?» Старик выглядел очень спокойным. Декан замолчал и снова посмотрел на сухо. «Так как ты тот, кто выбрал его, тогда и решай. Тем не менее, мне нужно знать, достаточно ли он талантлив, чтобы достичь этого шага или нет». Конечно, старик улыбнулся. Сухо, который пытался внимательно слушать их разговор, был озадачен. Что это значит? Что они подразумевают под избранным талантом и отпечатком мира? Эти двое просто небрежно обменялись словами, но сухо чувствовал, что он слушает императорский эдикт. «В этом отделе иллюзий у меня тоже есть личный ученик. Сухо, иди и покажи себя». Пробормотав что-то себе под нос, декан, наконец, произнес. «Тебе не нужно драться насмерть или слишком стараться. Просто дай мне увидеть твой талант и потенциал. Все будет хорошо». Сухо посмотрел на старика. Старик все еще был окружен каким-то сиянием, так что Сухо все еще не мог видеть его лица. Мягко кивнув, старик сказал «Докажите свой талант, чтобы обменять намер в Чжанчжан колледже». Сухо наконец понял его намерение. Он должен показать себя перед деканом, чтобы с сегодняшнего дня никто не посмел к нему приставать. В глазах этих двух могущественных существ отдел иллюзии колледж сущие пустяки. Все, что они хотят видеть, это его талант и потенциал. Ладно, Сухо согласился. Теперь, когда он прорвался, он также хочет проверить, какой силой он обладает сегодня. Однако с тех пор, как человек с тремя глазами был вытеснен и среднего класса не осталось никого, кто мог бы потенциально дать ему возможность побегать за свои деньги, может быть. Где-то далеко мерцал свет. Студент с довольно грубым выражением лица подошел и отдал дань уважения декану. Декан небрежно поднял палец, иди и сразись с Сухоа, позволь мне увидеть твой талант, вжух. В глазах этого студента зажегся свет. То же самое сказал ему декан. Когда перед Сухоа замелькали данные, он, наконец, узнал личность этого студента. Передовой класс, один из десяти самых жестоких мужчин в школе, Чинь-Шинь, вершина профессиональной сферы, бум. Старик помахал рукой. Нити-ауры образовались и заблокировали окружающее пространство. Вы двое, просто покажите, на что вы способны, не переступая границы, и все будет в порядке. Сухоа посмотрел на Чинь-Шиня. Оба уставились друг на друга и начали измерять свои силы. Не превышайте лимит, как такое могло случиться. Сухоа не знал, кто этот старик, но так как старик помог и выбрал его, то в данный момент он, очевидно, представляет старика. А Чинь-Шинь представитель декана. Дуэль между ними это не просто простой спарринг, но и косвенная битва между этими двумя сильными персонажами. Сухоа глубоко вздохнул, чтобы привести мысли в порядок. В этой битве он должен победить. Это имя Сухоа, я давно о нем слышал. Чинь-Шинь спокойно оставил это замечание. Аура, испускаемая его телом, постепенно трансформировалась. Чуть больше месяца здесь, в отделе иллюзий, вы побили все рекорды. Этой битвы я так ждал. Вжух. Образовались волны ряби. Сцена перед Сухоа действительно изменилась. В конце концов, Чинь-Шинь опытный иллюзионист. Как лучший профессиональный эспер в продвинутом классе, его мастерство в иллюзии слишком далеки по сравнению с Сухоа. Сам того не сознавая, Сухоа сделал первый шаг, что это за иллюзия. Сухоа нахмурился. Его сердцебиение было намного сильнее, чем обычно. Чувство беспокойства, которое трудно подавить, возникло в его сердце. Во взгляде Сухоа читалось намерение убить. Сжимая кулаки, он испытывал нечто подобное. Он появился снова. Раздраженный, подавленный, встревоженный, в отброснулись бесчисленные чувства. Это чувство, которое с ума заставило правый кулак Сухо сжаться так и вонзились в ладонь, оставляя пятна крови. Это чувство было ему слишком знакомо. Когда он был с Чинь-Жан в первые дни, разве не эти чувства заставляли его ощущать такую боль, что он хотел закончить свою жизнь так же, как сейчас. Он хотел встретиться с ней, но не мог. Он мог только спокойно смотреть издалека. Стремясь к силе, он мог только безумно культивировать и закалять себя, чтобы позволить ему забыть Чинь-Жан и постепенно избавиться от боли. Это был один из самых угнетающих дней в жизни Сухоа. Как в Чистилище, ему приходилось мучить себя каждый день. Это определенно переживания, которые он не забудет в жизни. Когда-то он думал, что забыл об этом. Он не ожидал, что в этот момент снова вспомнит это чувство. Раздражающее чувство в его сердце все еще назревало. Чинь-Жан тихо прошептал Сухоа, бум. С компьютерами в его мозгу, работающими усердно, все отрицательные эмоции были подавлены. Глава 631. Глава 631. Десять лет самостоятельного закаливания хафф-пафф в маленькой темной комнате. Сухоа, казалось, слышал только собственное дыхание и сердцебиение. На первый взгляд это выглядело просто, но Сухоа знал об опасности, скрытой за этим обманчивым взглядом. Отсутствие звука. Отсутствие света. Потеряв чувство времени, он не знал, сколько времени прошло, но пока нет никаких признаков каких-либо изменений вокруг. Предзнаменования надвигающихся опасностей были неизбежны. Я не могу позволить этому продолжаться. Сухоа встревожился. Конечно, это чертовски страшная иллюзия. Для любого обычного человека потеря чувства времени, отсутствие возможности вести беседу и уединение на долгие годы сделали бы его безумным. Культивировать Сухоа быстро переменил свои мысли. Однако, когда Сухоа попытался призвать энергию в своем теле, это было напрасно. Он мгновенно понял, что в реальном мире прошло не так много времени. Его энергия все еще принадлежала реальному миру. Культивировать здесь совершенно нелогично. Он знал, где находится. Он также знал, что находится в иллюзии. Однако, как ее решить, когда выйти, эти вопросы вообще не могли быть решены. Причина? Все просто. Эта маленькая темная комната не поддавалась расшифровке. Единственный способ сломать эту технику – потребление. Использование этой техники потребляет энергию. Однако, сколько энергии Чинь-Шинь должен сэкономить, никто не знает. Даже Сухоа не знает, сколько энергии потребляет маленькая темная комната. Этот ужас стоит за этой техникой, лишая вас будущего, оставляя вас безнадежными и безумными в этом мире тьмы и пустоты. Если бы это был нормальный человек, он бы уже сошел с ума. Но Сухоа, его способность подавлять любые негативные эмоции позволяет ему оставаться спокойным и мыслить рационально. Поскольку он не мог культивировать, Сухоа просто вошел в образцовый мир своего тела и начал учиться самостоятельно. Компьютеры в его мозгу записывали всевозможную информацию. Наконец, у него было время, чтобы организовать их, ознакомиться с ними и проконсультироваться с Ши Мин Сюань, когда он столкнулся с проблемой. Да, Ши Мин Сюань, этот предположительно мертвый учитель, это определенно то, о чем Чин Шин никогда не думал. Быть пойманным в ловушку темноты в одиночку делает человека сумасшедшим, но не для Сухоа. Есть все виды вещей в его образцовом мире и школьный учитель, чтобы сопровождать его. Чего тут бояться? Изучая, ища совета, тренируясь, сражаясь и иногда смотря фильмы вместе с Ши Мин Сюаном. Дни Сухоа неожиданно стали легкими и медленными. Что касается проблем, связанных с его талантом, ему даже удалось получить решение. Сейчас у него было ощущение, что его фундамент крепнет как никогда. Время шло, а маленькая темная комната все еще стояла. Сухоа взглянул на время, записанное на компьютере. Прошло 10 лет. 10 лет. Темперамент Сухоа стал чрезвычайно спокойным. После смешивания друг с другом в течение многих лет, Ши Мин Сюань превратились в хороших друзей с Сухоа. Это, очевидно, что-то неожиданное. Из-за того, что Ши Мин Сюань ничего не скрывал, понимание Сухоа таланта, профессиональной сферы и областей стало еще глубже. Его будущий путь стал еще яснее. После 10 лет воздержания аура Сухоа стала еще более стабильной. Держа в руке книгу, Сухоа обсуждал с Ши Мин Сюаном ключевые моменты этой книги. Иногда они спорили между собой. 10 лет. Сухоа сделал глоток чая и небрежно сказал. Ши Мин Сюань ответил. Этот парень по имени Чинь Шинь впечатляет. Потребление энергии маленькой темной комнаты довольно требовательно. Простой студент, и он способен поддерживать 10 лет. Это определенно удивительный подвиг. Что? Прошло уже 10 лет. Это раньше я был парнем с несбыточной мечтой. Сухоа был немного смущен замечаниями Ши Мин Сюань. Маленькая темная комната имеет нулевые сцены. С небытием 10 лет должно быть довольно легко достичь, не так ли? Это не одно и то же. Ши Мин Сюань, казалось, понял, думал Сухоа. С несбыточной мечтой, вы все еще обладает своей силой. Однако вы этого не понимаете. Когда вы узнаете, как призвать свою силу, вы освободитесь от нее. Тем не менее, в этой маленькой темной комнате, ваша сила запечатана. Единственный выход – ждать. Сказав так, эта маленькая темная комната будет потреблять больше энергии. Мало того, что его потребление огромно, в нормальных ситуациях одного месяца уже более чем достаточно, чтобы свести кого-то с ума. Даже для доменного эспера невозможно продержаться 10 лет, продолжал свое объяснение Ши Мин Сюань. Если я не ошибаюсь, этот студент должен был использовать что-то особенное. Артефакт нетый. Сухо прищурился. М, но он не знает, что это помогло тебе, Ши Мин Сюань улыбнулся. Вы подавляли свою силу так долго. Чтобы пробиться 8 раз подряд, сначала он должен быть неустойчивым. За эти 10 лет закалки ваш фундамент стал еще прочнее. Это можно считать благом. Бах, бах. В то время как они беседовали, Сухо внезапно почувствовал сильную вибрацию, исходящую из маленькой темной комнаты. Он был на грани коллапса. Затем он вернулся к своему сознанию. Маленькая темная комната, наконец, рушится. Ха-ха, тогда иди, Ши Мин Сюань рассмеялся. Бум. Сухо вернулся, и кромешная тьма перед ним, наконец, начала меняться. Его запечатанная сила, наконец, вырвалась на свободу. В реальном мире Чин Шинь сидел, скрестив ноги, перед ним вращался Жорнов, а Сухо окутывала плотная, бесконечная черная аура. Первоначальная техника интерференции, всего лишь маленькая иллюзия. Его настоящая цель, это маленькая темная комната. Пока Жорнов вращался, на нем плавал ряд цветных цифр. Время шло, и всего за одну минуту прошло 300 чисел. И теперь, показанное число выше 3650. Это означало, сколько времени прошло в маленькой темной комнате. Это означало, что прошло 3650 дней. Даже декан и тот старик выказывали признаки едва уловимого выражения, наблюдая за этим. Десять лет назад, даже Эспер Дамена был бы опустошен перед лицом десяти лет тьмы. Однако, для состояния Сухоа, они проигнорировали это. Лицо Сухоа было спокойным, как всегда. На самом деле, его темперамент стал даже лучше, чем раньше. Не было никаких признаков тревоги или безумия. Как будто эта маленькая темная комната не действовала на него. Что это за ситуация? Чэнь Шэнь не знал. Он не смел остановиться. При нормальных обстоятельствах, как правило, когда число достигает 30, он мог бы видеть, как противник коллапс. На самом деле, некоторые не выдерживают и дня. До сих пор самая длинная запись, которую он когда-либо видел один очень сильный Эспер, который мог выдержать целый год. А теперь... Десять лет. Целое десятилетие. Бах, бах. На Жорнове начали образовываться трещины. Чэнь Шэнь стиснул зубы, настаивая на продолжении. Этот артефакт Нитой, который был найден в некоторых древних руинах, наконец должен был быть уничтожен. Однако он продолжал настаивать на продолжении. Он ученик Декана, эта битва несет в себе значительный смысл. Он не должен позволить себе потерпеть неудачу. Бум. Прилив энергии. Чэнь Шэнь впрыснул последние капли энергии. Тот Жорнов, который вращался с самого начала, больше не мог существовать. Он взорвался в воздухе, превратившись в мелкий порошок. В этот момент Цуха открыл глаза. Он действительно в порядке. Чэнь Шэнь был потрясен. Десять лет. Десять лет одиночества. Кому-то действительно удалось продержаться так долго. Десять лет он даже думал, что Суха умер. Неподалеку Деканы старик были взволнованы. Спрашивая себя, когда они были в том же возрасте, обладая такой же силой, сталкиваясь с таким нападением, будучи запертыми в маленькой темной комнате в течение десяти лет подряд, очень вероятно, что их ждет только смерть. Нечего отрицать. Но теперь Суха удалось уйти. К тому же, его духовное состояние по-прежнему бодрое. На самом деле, он даже ничуть не пострадал. Как это возможно? Чэнь Шэнь произнес эту фразу в гневе. На деснах даже виднелись пятна крови. Он принес в жертву могущественный артефакт нитой, но не причинил вреда Суха. Это абсолютно неприемлемо. Бум. Разрушенный Жорнов. Бесконечная темная аура с последним маневром Чэнь Шэня снова накрыла Суха. Когда этот мощный артефакт нитой сломался, его последняя сила вырвалась наружу. Темное уничтожение. Бум. Суха попытался пнуть эту маленькую темную комнату ногой, но почувствовал, что сцена перед ним снова изменилась. На самом деле это нереальный мир. Вот еще одна иллюзия. Суха попытался почувствовать это. Наблюдение за окружающей обстановкой. Сцена выглядела устрашающе. На вершину неба падали бесчисленные метеориты. Появились всевозможные звери, уничтожившие человечество. Дома были разрушены, семьи убиты. Не зная когда он был втянут в такую сцену, этой сцены Суха боялся больше всего. Подделка. Девушка умирала, ее рвало кровью в сторону Суха. Хотя она вряд ли могла поддержать свое сознание, она произнесла. Брат знакомый звук зазвенел у него в ушах. В то время эти обезумевшие звери, казалось, заметили Суха. С ревом они бросились на него. Несколько гигантских зверей попытались растоптать его. Это так реалистично. Фигура Суха немного шевельнулась. На самом деле он не получил никакого влияния. Даже если его сестра упала перед ним, глаза Суха оставались ясными и спокойными. После десяти лет самоограничения нынешнее состояние ума Суха стабильно, как горный тай. Такого рода иллюзии на него не действуют. Глава 632 Глава 632 Мой мир золотистой света слепил его. Сцена перед Ченьшинем изменилась. На самом деле она несколько раз менялась. Иногда это выглядело как фантазия. Временами это казалось реалистичным. Когда он полностью пришел в сознание, он уже вступил в новый мир. Иллюзия Ченьшинь попытался схватить его. Это удивило его. Как можно отличить это от иллюзии? Говорят, что Суха обладает 100% степенью реализма. Сначала я не поверил. Теперь кажется, что у него есть какой-то талант. Однако, с этой неортодоксальной иллюзией, ты пытаешься заманить меня в ловушку? Ченьшинь усмехнулся. В этом мире тысячи иллюзий. Самые страшные, это время, пространство и запечатывание памяти. Когда-то была иллюзия верхнего уровня, мечта тысячелетия. Независимо от того, насколько вы сильны, вы будете раздавлены концепцией времени. Это похоже на сон, но это не сон. Это кажется реалистичным, но это не так. Это воплощение мощной иллюзии. Когда вы вернетесь в реальность, вы все равно не сможете сказать, что реально, а что сон. Масштабы паники и смятения в вашем сердце невообразимы. Вот что такое сильная иллюзия. Это 100% степень реализма, пустая трата времени, пробормотал себе под нос Ченьшинь, восхищаясь красотой береговой насыпи, на которой он стоит. Подняв руку, чтобы указать на себя, он применил технику. На мгновение вспыхнул ослепительный свет. После этого Ченьшинь стал еще более осознанным. Эта техника гарантирует, что иллюзия сухо не повлияет на него. Большинство иллюзий будут немедленно замечены и уничтожены. Однако это не казалось эффективным. Ченьшинь поднял брови. Он попытался использовать другой метод, чтобы расшифровать эту иллюзию. Чего он не понимал, так это того, что неподалеку от него, в другом мире, двое мужчин показывали на него пальцами и вели оживленную дискуссию. Он слишком слаб, сухо вздохнул. А сколько человек могут жить в этом мире? Даже когда я был в доменной сфере, я все еще не мог достичь такого подвига. Однако только эспер реального мира может применить концепцию времени. Ши Мин Сюянь улыбнулся. Ченьшин, должно быть, подумал, что это место иллюзия. Но вы не планируете двигаться в ближайшее время. Сухо покачал головой. Он знал, как трудно получить такую возможность для сбора статистических данных. Это первый раз, когда он завершил свой переход на духовную сторону и ввел посторонних в свой собственный мир. К счастью, все прошло успешно. Независимо от того, идет ли речь о реакции врага или о чувствах к модельному миру, все это редкие данные. Очевидно, Ченьшин стал белой мышью для эксперимента Сухо. Оба с минуту смотрели на него. Ченьшин все еще пытался разгадать эту загадку. Даже без того, чтобы Сухо вспотел, Ченьшин все еще был в ловушке и не мог сбежать. Он направляется не в ту сторону, Шимин Сюянь прокомментировал. Конечно, Сухо засмеялся. Использовать иллюзии как точку входа в духовную сферу – это то, что они когда-либо будут воображать. Если он пытается использовать стандартные иллюзии, чтобы расшифровать его, боюсь, он не сможет уйти отсюда навсегда. Даже если кто-то знает, сколько человек могут на самом деле овладеть этими духовными вратами. Это верно, Шимин Сюянь был глубоко впечатлен. Разве в прошлом он не был заперт здесь? Пока кто-то входит в мой мир, все будет под моим контролем. Самонадеянность Сухо взлетела до небес. Все это исходит из его абсолютной уверенности в том, что он контролирует свой мир. Независимо от того, насколько силен кто-то, пока они втянуты в его образцовый мир, у него будет какой-то способ убить врага. Разве это не первоначальное намерение Сухо присоединиться к отделу иллюзий? После входа сюда чуть более месяца, его цель была, наконец, достигнута. Достичь небес одним прыжком. Его путь таланта, который долгое время застопорился, наконец, сделал огромный шаг в одно мгновение и даже установил рекорд, которого никто никогда не достигал в истории. Сухо наблюдал за Чиньшином с неба, как будто наблюдал за своим питомцем. Вскоре проверка данных была завершена. Чиньшин буквально пробовал любой метод, который мог придумать, но все равно оставался бесплодным. В конце концов, он шел не в том направлении. Настало время, чтобы сделать ход сейчас, пробормотал Сухо. Во время звериной волны Сухо однажды обрел силу, превосходящую силу профессиональных эсперов. Ощущение переворачивающейся горы, раскалывающегося океана, сотрясающего небо и землю, словно сошел Сын Божий, он все еще помнил это. Жаль, что сейчас у него не было такой мощи. Этот метод атаки выглядел и звучал круто, но потребление энергии слишком много для него, чтобы справиться. Таким образом, Сухо должен был быть осторожен, когда пытался затащить сюда Чиньшиня. Думаю, я просто выйду и убью его. Такая мысль была у Сухо в сердце. Это его образцовый мир. Он контролирует здесь все. У Чиньшиня даже не будет шанса использовать какие-либо трюки. Однако то, чего Сухо не ожидал, было то, что на самом деле есть человек, который более взволнован, чем он. Почему бы тебе не дать мне попробовать? Руки Шимин Сюана так и чесались. В конце концов, этот мир слишком скучен для него. Здесь жил только он. В течение этого периода времени, даже когда он жил вместе с Сухо в течение 10 лет, это было все еще скучно. Прямо сейчас, с дополнительным человеком в модельном мире, он, естественно, будет взволнован. Сухо указал на Шимин Сюань, образуя слой таинственного черного тумана. Ты не можешь убить Чиньшин. Так что лучше скрыть свою личность вот так. Теперь идти. Хе-хе, Шимин Сюань радостно улыбается, как ребенок, который только что получил сладости. Чиньшинь, который находился в затруднительном положении и напряженно искал способ расшифровать этот замок, внезапно увидел черную тень, устремившуюся к нему. Эта сцена застала его врасплох. Земля вокруг задрожала. Опасения Чиньшиня достигли пика. В этой иллюзии он скорее поверит, что приближающаяся тень – это иллюзия, так что она не сможет причинить ему вреда. Однако, как бы он не пытался убедить свое сердце, он все еще чувствовал существование другой стороны. Впоследствии он понял, что его план не сработал. Даже если он продолжал напоминать себе, что другой человек – подделка, это все равно оставалось правдой. Если он не ускользнет, то умрет. Черт побери. Чиньшинь стиснул зубы и мог только защищаться. Вскоре эти двое столкнулись друг с другом. Вот только иллюзий не было. Каким-то образом битва между ними выглядела странно, как будто это драка между двумя уличными головорезами. Один ударил, а другой пнул, но Шимин Сюань был рад. Даже Суха был ошеломлен, наблюдая эту сцену. Компьютеры в его голове молча собирали данные о этих двоих. Любые данные, поступающие от постороннего, определенно стоят того. Через несколько минут у Шимин Сюана был кровавый нос и опухшее лицо. Неужели это так весело? Суха лишился дара речи. Хе-хе. Шимин Сюань пошел обратно в сторону Суха. Почему бы тебе не оставить этого парня здесь? Я не находил такую забавную игрушку в течение довольно продолжительного времени. Игрушка Суха заранее оплакивал Чиньшиня. Глядя на Шимин Сюана, который все еще был полон адреналина, он мог только мягко покачать головой. Этот парень ученик декана. Люди все еще наблюдают снаружи. Это нормально, если ты хочешь драться, но если ты позволишь ему умереть, я, вероятно, получу взбучку от декана. Ау, Шимин Сюань был несколько разочарован. А чем тут печалиться? Суха беспомощно покачал головой и рассмеялся. Почему бы тебе не подумать об этом с другой стороны? Поскольку я овладел этой техникой происхождения, в будущем я, естественно, приведу сюда других. Тогда я передам их вам. Серьезно, Шимин Сюань был приятно удивлен. Конечно, однако в будущем мои противники будут становиться все сильнее и сильнее. Так что не жалуйтесь, если не можете их победить. Суха рассмеялся. Конечно, нет, глаза Шимин Сюана сияли, как у волка, который нашел свою цель. В конце концов, у меня все еще есть сила доменного эспера. Кроме того, я не могу быть их противником снаружи. Но в этом модельном мире Хи-хи Шимин Сюань смеялся. Звучало и немного зловеще. Суха несколько минут молча оплакивал своих будущих коллег. Быть мучимым каждый день в этом модельном мире этим почти смертельно скучным доменом эспером. Им-им-им. Это довольно интересно. Правда? Когда Суха ушел, Чинь-шень был уже полумертвым. Существует только аура, выходящая из его тела, и ничто не входит, чтобы заменить его. Затем Чинь-шень посмотрел на внезапно появившегося человека. Сто процентов степень реализма, я не трачу его впустую, тихо сказал Суха. Чинь-шенью было так стыдно, что он пожалел, что не может спрятаться. Среди тысяч субспециализаций и иллюзий он идет по пути страха, а Суха, очевидно, идет другим путем. Хотя он не понимал, что происходит, он потерпел полное поражение. Эта ужасающая иллюзия заставила его думать, что это был реальный человек, и все еще была свежа в его памяти. Неудивительно, что этот человек мог понять сияние крайности. Талант Суха, никто не сможет добраться до него. Вжух. Суха махнул рукой, и сцена изменилась. Чинь-шень был выброшен из этого модельного мира. Он вернулся в реальный мир. Чинь-шень пришел в сознание, но ему пришлось выплюнуть полный рот крови. Сделав несколько шагов назад, он, как оказалось, был весь в крови. Эти нападения, совершенные ранее, частично отразились на реальном мире. Это ужасающая часть иллюзии. Глаза Суха загорелись. Он использовал иллюзию как платформу, но получить такой эффект было действительно неожиданностью. Я проиграл. Чинь-шень подошел к декану и смущенно сказал. Глава 633 Глава 632 Инкубация что случилось? Не уверен, кто этот парень рядом с ним с разбитым носом и опухшим лицом. Черт, это же Чинь-шень, один из десяти самых жестоких мужчин? Не может быть. Дай мне взглянуть. Вау, это правда. Так старший здесь, чтобы преподать ему урок. Все были удивлены. Когда их взгляд скользнул по Суха и Чинь-шену, они были явно ошеломлены. Чинь-шень проигнорировал взгляды других и серьезно посмотрел на Суха. Вы подписались на суд Тянь-лонга. Я тоже буду участвовать. К тому времени я точно тебя одолею. Ладно. Суха только улыбнулся. Чинь-шень ушел, оставив позади толпу, которая только что была бомбардирована этими словами. Чинь-шень действительно проиграл Суха. Невероятно. Двое из десяти самых жестоких мужчин. Суха полагался на свои постоянные битвы, чтобы добиться этого титула, но теперь он обладает абсолютной силой. Не только это, суд Тянь-лонга. Эти двое будут в нем участвовать. Похоже, эта сессия будет оживленной. Суха вышел, и декан покинул сцену. Эта крупномасштабная битва, наконец, закончилась. Учителя из отдела иллюзий, наконец-то, смогли вздохнуть с облегчением. Учитель Мо, Суха поспешил поддержать его. Я в порядке, учитель махнул рукой. Выражение его лица было немного потерянным. Сначала я думал, что, находясь на вершине домена, достаточно быть сильным. Я никогда не понимал, что я все еще слаб, как бумага, и на самом деле пострадал только от волны ауры. Учитель Мо улыбнулся, насмехаясь над собой. Ты определенно вступишь в мир. Суха улыбнулся. Возможно, учитель Мо посмотрел на Суха и нахмурился. Кажется, что-то произошло. Атмосфера, которую вы сейчас излучаете, спокойнее. Суха только улыбнулся. День, дон. Раздался тихий звук. Все устройства связи получили уведомления. Запястье Суха задрожало. Когда он открыл ее, чтобы посмотреть, появилось видеообъявление от декана. Он лично издал команду с начала этой школы все учителя, которые были вовлечены в эту схему подавления студентов, будут лишены своего звания, исключены из колледжа и запрещены к поступлению в колледж Джанчжин. Что касается конфликта между студентами, то пусть они решают его между собой. Все были потрясены. Это объявление исходит от самого декана, и это более высокий ранг, чем любая другая команда. Все студенты знали, что это относится к Суха, хотя это не было указано. Любой учитель, который подавил Суха, будет наказан. Это позиция декана. Декан действительно сделал шаг для студента, что сейчас произошло за барьером. Может, у старика с деканом была дуэль? Это выходило за рамки ожиданий. Несомненно, для декана даже показаться и отдать такой приказ способен только этот старик. Однако, что за личностью этого старика, что может заставить декана уступить? Теперь это не имеет значения. Главное здесь, команда. Прямо или косвенно те, кто причастен к подавлению и убийству Суха, будут увезены правоохранительными органами. Приказ декана был не так прост, как несколько фраз. С окончанием этой битвы результат превзошел все ожидания. Суха, который был слаб и подавлялся много раз, на самом деле все еще жив и брыкается. Что касается его врагов, то им повезло совсем наоборот. Даже вице-президента уволили. Как это могло не шокировать всех? Всех пугало то, что Суха, студент, который недавно поступил в Чжанчжинский колледж, постоянно становился мишенью, подавлялся и подавлялся. Каждый раз ему приходилось бороться, чтобы преодолеть препятствия. Однако теперь у него есть существование, которое может заставить декана уступить, чтобы поддержать его. После сегодняшнего дня никто не посмеет смотреть на Суха свысока. Неважно, сколько раз люди пытались спекулировать на силе, стоящей за Суха, все подозрения исчезли после того, как старик показал себя. Если бы они не ошиблись, если бы не лицо декана, этот вице-президент давно бы уже пересек реку и попал в ад. То ли это от какой-то неизвестной силы, то ли от армии Тяньсян. Чтобы заставить декана уступить, его сила должна была достичь вершины мира. В то же время многие силы получили уведомления, и все действия, запланированные против Суха, были отменены. Появления пика мирового эспера достаточно, чтобы вызвать крупное землетрясение. Прошло три дня, и новости постепенно стихли. Прямо сейчас новость о сумасшедшем прорыве Суха начала получать внимание. На этом этапе пути таланта довольно часто происходят непрерывные прорывы. Прорывы в профессиональной сфере действительно самые быстрые из всех. Талант сосредоточен на своем понимании. Как только человек достигает просветления, вы можете легко прорваться. Один раз, дважды, это не вещь. Путь таланта – это процесс понимания вашего таланта от непонимания до полного понимания. Когда человек полностью осознает свой талант, это означает, что он достиг следующего шага. Но для Суха – всего лишь один шаг, чтобы достичь того, кто он есть сегодня. Это как если бы золотой карп прыгнул через ворота дракона. Профессиональный эспер девятого уровня. Насколько силен Суха сегодня? Он не похож на тех, кто может легко прорваться, но их энергия не может догнать. Для них, хотя их сила улучшилась, у них не было достаточно энергии, чтобы использовать и в конечном итоге тратить больше времени на культивирование энергии. Что касается Суха, его количество энергии огромно по сравнению с теми, кто находится на том же уровне, что и он. И последнее, но не менее важное, о психике, несоответствующей силе, которой обладают. Кто может сравниться с ним, если 10 лет сдерживался в маленькой темной комнате? Суха не только достиг девятого профессионального уровня, но и имеет прочную основу. Конечно, помимо прорыва Суха, его битва с Чиньшином была более шокирующей для школы. Чиньшинь один из 10 самых жестоких мужчин, его сила бесспорна. За исключением тех извращенных уродов при дворе Тяньлонга, сколько из них могли дать ему хороший бой. Однако Суха избил его до такого жалкого состояния, что это слишком ужасно, чтобы быть свидетелем. Хотя никто не видел их битвы, когда Чиньшинь вышел, все его тело было окрашено кровью. Что касается Суха, его одежда была чиста, как всегда. Какова истинная сила Суха? После последней битвы со штаб-квартирой слава Суха снова поднялась в колледжи Чжанчжинь. Однако на этот раз имя Суха потрясло всех, используя свой непревзойденный талант и безграничный потенциал. Даже те предыдущие сильные эсперы, которые говорили, что Суха не сможет достичь мира, начали задаваться вопросом, было ли их суждение правильным или неправильным. Такой превосходный талант действительно не может коснуться мира. В онлайн-сообществе кто-то тихо загрузил текущий статус и силу Суха, и это стало вирусным. По всей сети снова пронесся шторм. В конце концов, Суха известный персонаж в интернет-сообществе. Ранее из-за его борьбы в прорыве через его бутылочное горлышко во время профессиональной сферы первого уровня, его слава постепенно подавлялась. Теперь, с ошеломляющими прорывами Суха, его обычная пиковая популярность вернулась снова. Новость о том, что Суха совершил рекордный прорыв, мгновенно заняла первое место в интернете. Черт, кто сказал, что мой Суха не сможет прорваться? Конечно. Выходи сейчас же. Я забью тебя до смерти. Выше плюс один. Интернет, пользователи горячо спорили. Суха основа потряс мир. Ранее битва сделала этот термин базовой, специализированной и профессиональной сферой, выпущенной для общественности. Теперь все знали концепции сильного эспера и поняли, что так называемые XX-точки, которые они использовали для измерения силы, это просто пыль перед электростанциями. Некоторые были недовольны и больше не имели мотивации двигаться вперед. Некоторые сделали несколько прорывов и отправились в новые путешествия. Эта классификация изменила многих людей. Теперь все знали, что такое профессиональная сфера. Сильный эспер. Абсолютный сильный эспер. Что касается профессионального эспера девятого уровня. Сколько времени прошло с тех пор, как Суха поступил в колледж Чжанчжинь. Он действительно взлетел вверх, создавая бесчисленные непреодолимые рекорды. Где те, кто сказал, что потенциал Суха исчерпан. Всем не терпится узнать, какое у них сейчас выражение лица. Кроме того, лечение Суха в колледже Чжанчжинь также подверглось воздействию. На самом деле, многие студенты угрожали, что если не будет удовлетворительных объяснений, они никогда не подадут заявку на колледж Чжанчжинь в следующем году. Какая школа считается лучшей школой, но не может защитить своего ученика. Это касалось жизни Суха. Что, если это был кто-то другой, он бы давно погиб? Это все тот же образ колледжа Чжанчжинь, который имела в виду общественность. В тот день в сетевом мире произошло мощное землетрясение. Буря, вызванная шокирующим прорывом Суха, ошеломила всех. Даже высшие руководители федерации были вынуждены принять в этом участие. Слава Суха и его большое влияние достигли того, что они должны обратить на это внимание. Даже в интернете Суха теперь называют восходящей будущей звездой. Это несравненная слава. Народные герои всегда переполнены любовью, особенно Суха. У него не было ничего с самого начала, талант класса Е, и в конце концов он достиг того, что у него есть сегодня. Небеса вознаграждают тех, кто упорно трудится. Одни верили, другие нет. Однако это их последняя надежда. Только с этого дня, сколько планов против Суха было отменено, потому что при косновении к Суха в этот чувствительный момент печать смерти. А теперь... Глава 634 Глава 634 Жирный папа не хочет высиживать. Суха закричал от всего сердца. Однако, когда голубая бабочка мечты проспала целый день, он, наконец, не мог не сделать горькую работу. Я должен высиживать. Шимин Сюань начал смеяться громко. Суха посмотрел на него с уродливым выражением. Я преподам тебе урок после того, как она выйдет. Вжух! Энергия иллюзии была использована. Начинай инкубировать. Суха превратил свою энергию в энергию иллюзии и окутал ею татуировку бабочки мечты в попытке связаться с ней. Однако конечный результат опечалил Суха, так как ответа не последовало. Какие-то проблемы. Суха начал нервничать. Уничтожить печать определенно не так просто, как кажется. Из-за разрушения домена иллюзии этот проклятый демонический цветок удалось уничтожить. Но что, если есть еще что-то? Демонический цветок – это своего рода печать. Затем, может быть, есть и другие тюлени? Суха не был уверен. Он очень мало знал об этом странном происшествии с бабочкой мечты. Что мне теперь делать? Мысли Суха метались, как молнии. Я думал, вы уже дважды входили. За 10 лет, проведенных в маленькой темной комнате, Ши Мин Сюань узнал от Суха о ситуации с голубой бабочкой мечты. Естественно, он знал, что Суха дважды входила в море сознания. Эти два раза, как вы вошли эти два раза? Суха посмотрел вниз и вспомнил. Подражать двум предыдущим встречам – это не то, о чем он раньше не задумывался. Однако ситуация во время этих двух встреч была странной. Это как случайный вход. Даже Суха находил это смешным. Позже он думал об этом состоянии, но все еще не мог определить причину своего появления. Однако, если есть одна вещь, которая является последовательной в оба раза. Похоже, бабочка мечты была в кризисе. Может быть, мне придется подождать, пока она снова не попадет в беду? Суха нахмурился. Еще что-нибудь общее? Ши Мин Сюань пытался напомнить ему. Прочие вещи Суха, казалось, подумал о чем-то. Еще одна общая черта Триггер и этот проклятый толстяк – это не должен быть он. Однако, когда я вошел, оба раза он был там. Суха начал анализировать шаг за шагом. Фатти, естественно, самая распространенная вещь, но для него быть спусковым крючком слишком нелогично. Даже Суха подсознательно предпочел не верить этому. В конце концов, как этот толстяк может быть ключом? Иначе этот жертвец был бы скрытым экспертом. Суха не поверит, даже если его забьют до смерти. Несмотря ни на что, это все еще возможно. Суха на мгновение задумался и вскоре принял решение. Сначала я найду этого толстяка и посмотрю, как все пойдет. Этот толстяк всегда будет в отделе иллюзий, и ему больше некуда идти. Суха послал ему сообщение, но не получил ответа. Поэтому он просто открыл свою 2D-карту и сразу же зафиксировал жирного. Затем он быстро направился к нему. Однако, когда он прибыл, сцена перед ним снова лишила его дара речи. Это отродье. Он снова проиграл. Что касается того, почему Суха использовал термин снова. Фатти, у тебя такое большое собачье брюхо. Вы действительно посмели не участвовать в иллюзионном вскрытии? Рыжеволосый студент с мрачным лицом посмотрел на Фатти и усмехнулся. За ним, как домашние собаки, следовали еще пятеро студентов. Судя по всему, это должны быть те члены семьи Чжан, которые снова издеваются над Фатти. «У меня был понос», — робко ответил Фатти. Рыжеволосый студент дал Фатти пощечину, украсив его лицо огромным отпечатком ладони. «Кого ты пытаешься обмануть? Ты все еще хочешь выжить? Или, может быть, ты больше не заботишься о своей матери?» Глаза жирные расширять, как его кулаки вдруг затянули. «На что ты уставился?» Рыжеволосый студент был раздражен этим. «Ученик, который был исключен, ты не стоишь ни цента. На этот раз это всего лишь небольшой урок. Если будет следующий раз, я заставлю тебя пожалеть об этом. Поехали!» Рыжеволосый студент повернулся и собрался уходить. В этот момент Фатти схватил его за правую руку. «Того, кого нелегко спровоцировать, как только вы наступите на его обратную шкалу, гнев вспыхнет невообразимо. Черт побери, Фатти, что ты пытаешься сделать?» «Я думаю, его голос звучал тихо. На самом деле, можно было почувствовать намек на дрожь в нем. Что, если, если у меня действительно был понос и я не участвовал в иллюзорном вскрытии? Мне все равно, участвовали вы или нет?» Рыжеволосый студент презрительно посмотрел на него. «Ты думаешь, у тебя есть причина существовать, если мы не исправимся? А теперь отпусти мою руку». «То, что сказал Суха, действительно верно. Даже если я последую твоему совету, пробормотал Фатти, если произойдет несчастный случай, над членами моей семьи все равно будут издеваться. Если так, то почему я должен сражаться?» «Что ты сказал?» Рыжеволосый студент нахмурился. «Я сказал, между бровями Фатти проглядывал гнев, который все это время подавлялся. Если я убью вас всех, найдется ли кто-нибудь, кто посмеет запугать мою семью?» «Что?» «Лица всех резко изменились». Студенты мгновенно побледнели. Они понимали, что возможности Фатти впереди. Иначе зачем бы они заставляли его участвовать в иллюзионных разборках, если он взбесится? Фатти, не валяй дурака. Подумай о своей матери. Фатти нервно сказал рыжеволосый студент. «Мама!» Фатти на секунду заколебался. «Убирайся!» Рыжеволосый студент вдруг стал вырываться, а потом закричал. «Окружите его!» «Неужели вы осмелитесь сопротивляться?» «Сегодня я точно забью тебя до смерти!» «Ребята!» Фатти внезапно впал в неистовство и бросился в атаку. Повсюду возникали иллюзии. Иллюзии начали разворачиваться. Однако Фатти не намного сильнее их. В конце концов, несмотря на то, что он талантлив, под их давлением он всегда давал им свою сущность иллюзии, поэтому трудно опередить их. «Прямо сейчас быть осажденным шестью людьми сразу – это испытание!» «Деритесь!» Рыжий студент закричал. «Только не убивайте его сегодня, черт!» «Пока он не вспомнит!» «Да, конечно, он действительно осмелился сопротивляться!» «Бум! Бум!» Фатти защищал свои жизненно важные органы и не произнес ни слова. «Все, что он сделал, это уставился на них, как хищник, от чего у них пошли мурашки по коже!» «Сухо наблюдал за этим с самого начала!» «Он не стал вмешиваться!» «Если Фатти не оправдал его ожиданий, что с того, что он спас его!» «Да, сегодня он может спасти Фатти, но что будет в следующий раз?» «Эту дорогу мог продолжать только Фатти!» «Поэтому Сухо просто оставался сторонним наблюдателем!» «Тем не менее, Сухо по-другому взглянул на этого парня!» «Он, наконец-то понял!» «После этой битвы Фатти, вероятно, начнет совершенствоваться еще больше!» «Без всех этих помех его сила скоро пошла бы вперед скачками, но самым важным фактором является изменение его мышления!» «Вжух!» «Сухо сделал свой ход!» «Вспыхнул луч света!» «Рыжеволосый студент и остальные каким-то необъяснимым образом оказались в тупике!» «Их тела слегка покачивались, когда на них появлялось зловещее выражение!» «Фатти, который все это время защищался, почувствовал неладное!» «После более ясного взгляда на ситуацию его глаза стали холодными и он, не колеблясь, сделал шаг!» «Бум! Бум!» «Что касается остального, Сухо оставил всех Фатти!» «Всего за несколько секунд эти парни были доведены до жалкого состояния, покрытые кровью и почти умирающие!» «Фатти посмотрел на их перепуганные лица, шагнул вперед и перерезал им горло ногтями!» «Они никогда раньше не видели!» «Рыжеволосый студент сильно вспотел!» «Не, не убивай меня!» «Он был так напуган, что намочил штаны!» «Я не буду!» «Толстяк ухмыльнулся!» «Я знаю, о чем ты думаешь!» «Вы хотите сообщить о своих действиях, да?» «Уйдя отсюда, ты попросишь свою семью отомстить мне, верно?» «Нет, я не посмею!» «Рыжеволосый студент торопливо замахал руками!» «Конечно, ты не посмеешь!» «Не забывай, что ты можешь в любой момент позвонить своей семье!» «Но если они ударят меня, я ударю тебя!» «Если они будут издеваться над моей мамой, я отомщу!» «Жертрест оставил на груди рыжеволосого студента кровавое пятно, от чего тот закричал от боли!» «Это в первый раз, поэтому я пощажу тебя!» «Если будет следующий раз, я дам тебе понять, что лучше быть мертвым, чем жить!» «Я, Жертрест, привык к тому, что надо мной издеваются, и не стану утруждать себя этим!» «Тем не менее, вы уверены, что хотите присоединиться ко мне в этой игре?» «Рыжеволосый студент и остальные побледнели!» «Да, на самом деле они собирались отомстить, но приговор Фатти напугал их еще больше!» «Этот парень сумасшедший!» «Не будем!» «Конечно, не будем!» «Рыжеволосый студент быстро покачал головой!» «Хорошо, Фатти зловеще улыбнулся!» «Ну, вообще-то я с нетерпением жду встречи с вашей семьей!» «К тому времени у меня будет шанс найти вас, ребята, и дать выход своему гневу!» «К твоему сведению, твои крики звучат для меня как музыка!» «Все были потрясены!» «Глядя на злобный взгляд Фатти, они, наконец, испугались его и подтвердили, что этот Фатти сошел с ума!» «Они больше не должны его провоцировать!» «Катись отсюда!» «С этими словами рыжеволосый студент и все остальные, поджав хвосты, бросились бежать!» «Убедившись, что они ушли, Фатти сильно вспотел, упал на землю и облегченно вздохнул!» «Да, на самом деле он испытывал страх во время боя!» «Глава 635!» «Глава 635!» «Семь печати Фатти посмотрел на сухо и сглотнул слюну!» «Брат су, бог су, я могу сделать для тебя бусинку, но сам я не оказываю никаких услуг!» «Но ты мой благодетель!» «Почему бы тебе не быть нежным со мной?» «Бум!» «Сухо выгнали этого сопляка!» «Черт!» «Он действительно терпеть не мог этого толстяка!» «У этого толстяка толстая физиономия, да и сам он профессиональный эспир!» «С трудом оторвавшись от стены, он только неловко пробормотал про себя!» «Кто тебя просил смотреть на меня с таким выражением?» «Вжух!» «Сухо закатил глаза, а его намерение убить окрепло!» «Фатти мгновенно заткнулся!» «Иди сюда!» «Сказал Сухо!» «Ау!» «Фатти послушно шагнул вперед!» «Сухо нахмурился и внимательно посмотрел на него!» «Попытайся успокоить свой поток сознания!» «Море сознания!» «Фатти был немного шокирован!» «Для иллюзиониста это корень жизни!» «Если море сознания человека будет уничтожено, он станет пустой тратой времени!» «Для большинства иллюзий, которые управляют другими людьми, все они начались с моря сознания!» «В этот момент Сухо действительно попросил его открыть море сознания!» «Фатти поднял голову и посмотрел на Сухо!» «Он знал, что Сухо не шутит!» «Стиснув зубы в нерешительности, он, наконец, решил довериться Сухо!» «В глазах Сухо мелькнуло одобрение!» «Лучшая черта этого толстяка заключается в том, что он знает, как вести себя в зависимости от ситуации!» «В любом случае, если он не будет сотрудничать, Сухо, вероятно, заставит его помочь ему!» «Бум!» «Произошла энергетическая флуктуация!» «В сердце Сухо ёкнуло!» «Это аура!» «Бум!» «Правая рука горела!» «Опять та же аура!» «Вот Сухо широко раскрыл глаза!» «Прежде чем он успел что-то сказать, он почувствовал, что окружающая сцена изменилась!» «И снова его охватила какая-то иллюзия!» «Эти похожие сцены появились снова!» «Это море сознания голубой бабочки мечты!» «Он действительно вошел!» «Сухо нашел это невероятным!» «Ключ оказался им!» «Но почему?» «Тот же тип ауры!» «Это означает, что их талант должен быть довольно похожим или, возможно, точной копией!» «Это аура!» «Сухо внезапно поднял руку, что-то вспомнив!» «Жирный Чжан!» «Голубая бабочка мечты!» «Чжан Литин!» «Их обоих зовут Чжан!» «Может быть!» «Сухо, наконец, связал эту возможность, которую он игнорировал все это время!» «Разве это не означает, что Чжан Литин на самом деле является членом семейного клана Чжан?» «Становится все интереснее!» «На губах Сухо появилась улыбка!» «Личность этого маленького сопляка скоро раскроется!» «Независимо от ее отношений с Фатти, Сухо чувствовал, что он становится все ближе и ближе к истине!» «Скоро правда откроется!» «Сцена перед ним изменилась!» «Прежде чем Сухо успел открыть глаза аура убийцы, берсерка уже достигла его!» «Опять этот демонический цветок!» «Подергивая бровями, Сухо был уже готов к любым неожиданным атакам!» «Наглянувшись, он увидел волны черной ауры, направляющиеся к нему!» «На этот раз все было еще ужаснее, чем раньше!» «Силы парня снова взлетели до небес!» «Сухо почувствовал, что что-то не так!» «Этот демонический цветок должен был быть уничтожен во время предыдущей области иллюзии этой мощной силой!» «Как он мог оказаться сильнее, чем раньше?» «Вжух!» «Еще одна волна ауры!» «Бум!» «Сверкнув глазами, Сухо активировал круговой мир, и мощная сила пульсировала из отверстия!» «Когда черная аура была в пяти футах от Сухо, она исчезла без следа!» «Однако в мгновение ока он появился на ладони Сухо и был отослан!» «Импульс был огромным и не бледнел по сравнению с предыдущим!» «Он входил сюда трижды и дважды был убит демоническим цветком!» «На этот раз он не хотел прятаться, а хотел встретиться с ней лицом к лицу!» «Идем!» «Сияние Сухо осветило все его тело, когда он бросился на демонический цветок!» «По пути он блокировал бесчисленные черные ауры!» «Через мгновение он, наконец, добрался до места!» «Сцена перед ним заставила Сухо забеспокоиться еще больше!» «Собочка мечты поглощала энергию, исходящую из области иллюзии, и эта энергия обволакивала ее, как огромный кокон!» «Однако рост демонического цветка еще более ужасен, и он вытянул бесчисленные лозы, чтобы обернуть вокруг огромного кокона!» «Черная аура наполнила воздух!» «Убийственная аура Сухо поднялась на ступеньку выше!» «Этот демонический цветок на самом деле стал еще сильнее!» «Сухо огляделся по сторонам!» «Это была земля смерти!» «Эти деревья и цветы увяли, превратившись в энергию, поддерживающую этот демонический цветок!» «За этим демоническим цветком стояло гигантское дерево, высокое, как барьер, защищающий этот цветок!» «Сверкающие руноподобные узоры кружились над гигантским деревом!» «Вещь глаза Сухо вспыхнули!» «Три сцены этого гигантского дерева были вызваны из его памяти в модельном мире!» «После некоторой реорганизации Сухо вернулся в прошлое!» «Во время его первого пребывания здесь этот узор состоял из семи кругов!» «Затем во время его второго визита она превратилась в шесть кругов!» «И теперь эта картина!» «Остался только один круг!» «Тюлень Сухо внезапно все понял!» «Это печать голубой бабочки мечты!» «Дело не в проклятом демоническом цветке, а в гигантском дереве!» «В прошлом он был спрятан в лесу, но на этот раз, чтобы противостоять внезапному сопротивлению, исходящему от бабочки мечты, сила печати была уничтожена!» «И вот, наконец, он раскрылся!» «В первый раз, когда я пришел сюда, я истощил энергию демонического цветка, и печать восполнила его!» «По второй раз здесь была использована печать!» «И теперь из-за этого мощного воздействия из области иллюзии, четыре печати были уничтожены!» «Таким образом остался только последний!» «Сухо решил загадку!» «Пока последний удаляется, бабочка мечты станет негерметичной!» «Хорошо!» «Сухо ухмыльнулся!» «Поскольку он знал, что происходит, ему нечего бояться!» «Время, необходимое для анализа, казалось долгим, но в мире моделей с помощью тысяч компьютеров это заняло совсем немного времени!» «Бум!» «Бум!» «Сухо стоял далеко и начал сталкиваться с этим демоническим цветком!» «Правильно, прямое столкновение!» «Появилась бесчисленная черная аура!» «При активированном круговом мире он действовал как гигантская черная дыра перед Сухо!» «Вся черная аура стала бесполезной после того, как они вошли в мир!» «Вместо этого он будет излучаться из мира после вращения!» «Энергия, потребляемая демоническим цветком, сумасшедшая!» «Такая битва выглядела отсталой, но для демонического цветка с таким очевидным дефицитом ик эта тактика удивительно сработала в его пользу!» «После трех минут непрерывной петли сила цветка становилась все слабее и слабее!» «Последний момент Сухо поднял лук и выстрелил!» «Стрела Синхы взорвалась!» «Со стрелкой!» «Он убил этот демонический цветок!» «Бум!» «Демонический цветок разлетелся на куски, и тьма, заполнившая небо, исчезла без следа!» «Сухо спокойно наблюдал, как она исчезла, и его разум стал намного лучше!» «Потому что на этот раз последний узор на огромном дереве, последняя печать исчезла!» «Ррррррррррр. Раздался громоподобный рев!» «Окружающее пространство задрожало, и огромное дерево закачалось, пытаясь вырваться на свободу!» «Сухо мгновенно был шокирован!» «Какого черта это на самом деле растительный зверь?» «Бах!» «Гигантское дерево оторвалось от земли!» «Сухо был свидетелем сцены за пределами этого мира!» «Это возвышающееся дерево имеет корни, как ноги и ветви, как руки, похожие на человека!» «Жух!» «Его ветви метались в гневе!» Один из них направлялся к Сухоа, и он быстро увернулся. Земля образовала трещину от нападения, и в конце концов она углубилась в бездонную яму. Сухоа понял, это последняя печать, но это также самая сильная из семи печатей. Ты действительно думаешь, что я не смогу справиться с тобой? Сухоа ухмыльнулся. Разрушитель темной стороны луны, вжух. Он, наконец, использовал технику происхождения. Сухоа начал закрывать печать. После того, как полумесяц прорезал бесчисленные ветви на своем пути, его направление фактически отклонилось. Вжух. Луна прошла сквозь ствол гигантского дерева. Его атака провалилась. Бах. Это гигантское дерево не давало пощады. Большая ветка мгновенно метнулась к нему. На этот раз Сухоа чуть не попался. Мощь этого гигантского дерева была выше его первоначальных ожиданий, и он не мог конкурировать с ним вообще. Аура Сухоа взорвалась. Окружавшая его аура сгустилась, и он нанес сильный удар. Несравненная аура. Ветер яростно завывал. В одно мгновение ветви сильно затряслись, а упали листья. Это толстое дерево быстро превратилось в голый столб с голыми ветвями и выглядело несчастным. Выжи-жи-жи-жи-жи-жи. Дерево взревело от гнева, и все море сознания перевернулось. Бесконечная энергия, окружающая сцену, вернулась к дереву, которое включало в себя виноградные лозы, покрывающие массивный кокон. Печать голубой бабочки мечты была наконец не та. Прежде чем Сухоа успел приятно удивиться. Бах! Еще одна ветка метнулась к нему. Удар был не слабее землетрясения. Выражение лица Сухоа значительно изменилось. Он не должен позволить этому дереву продолжать буйствовать. Это море сознания бабочки мечты, поэтому он не посмел здесь возиться. Если бы это место было разрушено, даже если она сумеет восстановить свое сознание, это было бы бессмысленно. Вжух! Дерево качнуло еще одну ветку Сухоа, и он стиснул зубы, получив ее лоб в лоб. Блах! Изо рта брызнула кровь. Сухоа сделал шаг назад и смог удержаться. Проклятое дерево. Глава 636. Глава 636. Пересажать. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Воздух разорвал громовой вой. В модельном мире хорошо построенный дом Сухоа фактически рухнул. Это возвышающееся дерево, похожее на гигантского монстра, бродило по пространству Сухоа и уничтожало все в поле зрения. К сожалению, здесь нет жизни. Сколько бы она ни бушевала, никто не станет с ней возиться. Бум! Бум! Рухнула еще одна модель. Встань! Указывая пальцем на небо, Суха призвал множество высоких зданий. Вжух! Дерево сердито закричало. Своими ветвями он превратил все высокие здания в руины. В радиусе 100 метров царил полный хаос. Хэм Суха холодно фыркнул. Всего лишь простой тюлень. Забудь о вторжении в море сознания этого маленького ребенка. Ты действительно планируешь сопротивляться в моем мире? Умри за меня! Вжух! Энергия их конденсировалась молча. Энергия в теле Суха взлетела и начала достигать тревожного уровня. Он все еще не привык сражаться в модельном мире. Даже если он будет сражаться здесь, это тоже будет пустой тратой времени. Но это не мешало ему знать, как убивать в модельном мире. Например, происхождение света. Даже если он использует каждую частичку энергии в своем теле, Суха полон решимости убить это проклятое дерево. В противном случае в будущем может произойти несчастный случай, если он позволит этому монстру продолжать существовать в его теле. В модельном мире конденсировалась безграничная энергия, открывая прелюдию к мощному убийственному движению Суха. Вжух! После того, как он зарядил энергию, Суха был готов сделать свой ход. Подняв одну руку, он встал и указал на возвышающееся дерево. Теперь он был в панике. Он застрял здесь один в неизвестном мире и пытался уничтожить что-нибудь в поле зрения. По-видимому, он чувствовал себя смущенным из-за ощущения, что чрезвычайно мощная сила поймала его в ловушку. В конце концов, он мог только прибегнуть к такой акции. Внезапно раздался голос, застав Суха врасплох. В модельном мире, кроме его, Шимин Сюань? Суха повернул голову и увидел, что Шимин Сюань бежал всю дорогу сюда. Что? Суха был озадачен. Хэм, ну, Суха, подумай об этом с другой стороны. Это чудовище пришло из моря сознания, и его сила не так уж плоха. Если бы не его происхождение, вы, возможно, не смогли бы найти выход, не говоря уже о его невероятном росте. Убить такое существование не будет ли это расточительством? Ау! Глаза Суха загорелись, у тебя есть хорошие предложения. Почему бы не позволить мне заняться этим? Шимин Сюань ухмыльнулся, я все-таки домен эспер как-никак. Да, в конце концов, это довольно бессмысленно в этом пустом модельном мире. Еще одно живое существо это хорошо. Если он приручен, то его можно рассматривать как часть вашей супер-боевой силы. Вжух! Глаза Суха загорелись. Он не рассматривал этот вариант. Приручить это чудовище? Честно говоря, Шимин Сюань предложил отличную идею. Теперь, поскольку этот модельный мир может притянуть сознание живых существ сюда, если он способен поймать их в ловушку и не позволить им уйти, не превратятся ли они в жизнь в образцовом мире? Жизнь. Суха почувствовал прозрение в своем сердце. Смутно он чувствовал, что вот-вот коснется чего-то невероятного. Однако, он все еще не мог понять это полностью. Если ему удастся однажды достичь такого подвига, то это будет гигантский скачок вперед. Более того, если ему удастся поймать здесь нескольких мировых эсперов, разве он не будет непобедим, если в следующий раз приведет других людей? Хорошо, я оставлю это тебе, ответил Суха. Ха-ха-ха, я иду. Шимин Сюань был очень взволнован. Получив одобрение от Суха, он сразу бросился в модельный мир и начал дуэль с деревом. Один человек, одно дерево. Они на самом деле боролись так сильно, что стало трудно различать их. Интересно, глаза Суха становились все ярче и ярче. Оба находятся в духовном состоянии. Они не могли реализовать свой истинный потенциал без физического тела, но в этом модельном мире они достигли своего пика. Шимин Сюань был словно гигантское дерево. Бум! Шимин Сюань призвал свой домен и яростно противостоял дереву. Весь модельный мир был на грани коллапса. Лицо Суха слегка изменилось. Слишком сильно. Это противостояние между доменными эсперами. Даже несмотря на то, что оба они не в лучшем состоянии, сила, порожденная их противостоянием, не было чем-то, что Суха мог вынести. Бум! Образовалась еще одна трещина. Взгляд Суха наконец стал осознанным. Легко придумывать идеи, но реальность всегда жестока. Только конфронтация между ними уже заставила модель мира Суха содрогнуться от нестабильности. Что, если это мировой эспер? Похоже, что план Суха захватить нескольких мировых эсперов, чтобы стать непобедимым, может быть далекой мечтой. Бум! Модель мира начала рушиться. Шимин Сюань пытался приручить это гигантское дерево, но их противостояние вызвало большие проблемы. Ну конечно, Суха задумался. В конце концов, этот образцовый мир всего лишь временный мир. Все здесь построены из энергии Суха, и они могут быть уничтожены или восстановлены в любое время. Нынешняя стабильность слишком низка, чтобы о ней говорить. Однако другое место может быть не такое. Шимин Сюань задержись на минутку. Суха открыл рот. Нет проблем, Шимин Сюань сказал без колебаний. Суха глубоко вздохнул. Несколько кусочков информации вспыхнули в его мозгу, когда вспыхнули многочисленные сцены. Поскольку в голове у него созрел план, он поднял правую руку. Это действие вызвало внезапный прилив энергии. Бум! Мир содрогнулся. В самой глубокой части модельного мира, в постоянном мире, кроме этого маленького мирка, предназначенного для Шимин Сюана, внезапно появилась гигантская комната. Окруженные каменными стенами, все пути были перекрыты. Это действительно оказалась тюрьма. Я уже сказал, что в моем мире ты ничего не можешь сделать. Глаза сухо остали холодными. У него не было хорошего впечатления от этой печати, которая почти убила бабочку мечты. Падай! Бум! Модель мира рухнула. Гигантское дерево, которое вступило в поединок с Шимин Сюаном, вдруг почувствовало пустоту под ногами. Не в силах устоять, он быстро падал. Пройдя через несколько слоев, он врезался в постоянный мир. И эта позиция. Это произошло слишком быстро. Бах! Сухо сложил ладони вместе, и тюрьма закрылась. Рррррраааа. После того, как большое дерево приземлилось, оно внезапно взревело. В конце концов, он попал в безвыходное положение. Когда Шимин Сюань пришел, он тоже был потрясен увиденным. Он не мог даже вздохнуть. В прошлом он всегда думал, что страдал здесь, но теперь казалось, что лечение, которое он получил здесь, на самом деле лучшее. Если бы Суха действительно так с ним обращался, он бы давно сошел с ума. Бум, бум. Высокое дерево было в ярости. Не желая оставаться в тюрьме, чрезвычайно прочные каменные стены начали трястись под его постоянными ударами. Это Шимин Сюань анимел, насколько он силен. Гигантское дерево не освоило никаких техник происхождения, но его мощь и толстая броня достаточно раздражают, чтобы создать головную боль. Это выглядит не очень хорошо. Хотя сейчас нет непосредственной опасности, если позволить ей продолжать буйствовать, эта тюрьма рано или поздно будет разрушена, Шимин Сюань выразил некоторые опасения. Ведь это его территория. Сила этого гигантского дерева немного превосходит его ожидания. Если бы он знал об этом раньше, то не стал бы с этим сталкиваться. Если это гигантское дерево разрушит его место отдыха, это будет несчастливый день. Не беспокойся, Сухаа махнул рукой, и его глаза сверкнули. Просто когда Шимин Сюань собирался что-то сказать, он был ошарашен, когда посмотрел на Сухаа. Прямо сейчас Сухаа, который стоял лицом к тюрьме, его зрачки вспыхивали всевозможными странными узорами, как водопад данных. Готово, бум. Сухаа указал на тюрьму. Вжух. Ослепительный свет вспыхнул во всех направлениях, и появился круг магических линий, которые запечатали все стены. Однако вместо этого эти стены кажутся более хрупкими. Бум, бум. Гигантское дерево дважды ударило по тюрьме. Дрожь тюрьмы усиливалась с каждой секундой, как будто она могла рухнуть в любой момент. Сердце Шимин Сюань сильно встревожилось, но, глядя на Сухаа, который был рядом с ним, он все еще оставался спокойным. Сухаа молча наблюдал за происходящим. Как и ожидалось, через некоторое время гигантское дерево действительно перестало сопротивляться. Что случилось? Шимин Сюань был поражен. Ра-ра-ра-ра-ра. Большое дерево закричало на Сухаа. Сухаа только усмехнулся и посмотрел на Шимин Сюана. Прежде чем приступить к объяснению своих действий, посмотрите на узоры вокруг него. Закономерности? Шимин Сюань поднял голову. Сначала он почувствовал что-то странное, потом ему показалось, что что-то знакомое. Приглядевшись повнимательнее, он с удивлением заметил странное и упрямое дерево. Это должно быть да, Сухаа засмеялся. Обратная печать. Независимо от того, насколько сильно это гигантское дерево, это просто сильная печать. Спустя много лет ей удалось проявиться в такой форме. Однако, независимо от того, как он меняется, тот факт, что эта печать остается неизменным. В море сознания я вспомнил эти шесть печатей. Если добавить это гигантское дерево, то получится полная печать. Затем, после некоторого обратного проектирования, мне удалось создать этот неизвестный тип уплотнения. Его единственная роль сдерживать силу этого гигантского дерева. Шимин Сюань обалдел. Вычет. Инженерный анализ. Несмотря на то, что он уже довольно хорошо знаком с Сухаа, он все еще не мог привыкнуть к потрясениям. Чтобы быть в состоянии выполнить так много операций одновременно, сила Сухаа безгранична. Если он останется послушным, это будет прекрасно. Иначе, когда эта тюрьма будет разрушена, она потеряет всю свою силу. Глава 637. Глава 637. Пробуждение. Вжух. Сухаа вернулся к реальности. Казалось, прошло тысячи лет, но на самом деле пролетел лишь миг. Хотя море сознания этого маленького отродья не так страшно на таком уровне, течение времени там определенно не такой же, как в реальной жизни. С того момента, как Сухаа вошел туда, и до сих пор прошло всего несколько минут, прежде чем он вернулся. Перед Сухаа, Фатти, который все еще не мог прийти в себя, не знал, что делать, и оказался в неловком положении. После того, как Сухаа попросил его сделать это, Сухаа закрыл глаза и больше не двигался. Эта странная ситуация встревожила его, и он больше не осмеливался беспечно двигаться. Судя по его впечатлению, в этом мире существуют всевозможные ужасающие техники происхождения, которые могут войти в сознание и захватить душу объекта. Однако, в отличие от других, которые издевались над ним все время, Сухаа действительно сильно испер, будь то физическая сила или психика. Таким образом, даже если жертв Ресту дать на съедение сотню кишок, он все равно не осмелится поднять шум. Он мог только спокойно ждать и со страхом наблюдать за действиями Сухаа. Однако, неожиданно, Сухаа, казалось, не беспокоился о нем. Целых 10 минут Сухаа стоял неподвижно. Сухааа? Фатти осторожно позвал его. Никто ему не ответил. Сглотнув слюну, он не знал, что делать дальше. Как раз когда он был в этой дилемме, Сухаа внезапно открыл глаза и застал его врасплох. Сухаа хлоп. Сухаа внезапно похлопал его по плечу и сказал, сверкая глазами, «Продолжай делать это, мне нужно позаимствовать твой талант на некоторое время». Что? Пока Фатти был ошеломлен и не понял, что происходит, Сухаа снова покинул реальность. Модель происхождения успешно установлена в жух. Модель была построена внутри его тела. Татуировка бабочки голубой мечты сияла ослепительным светом. Направляя море сознания Фатти, образовалась своего рода уникальная энергетическая флуктуация, стимулирующая трансформацию голубой бабочки мечты. В то же время модель происхождения Сухаа продолжала производить колебания и постепенно синхронизироваться с ней. На этот раз нет никаких признаков колебаний. Хотя колебания, исходящие от Фатти и бабочки одинаковы, они непоследовательны, но теперь это не так. Талант Сухаа в построении модели происхождения нейтрализовал колебания, используя ту же частоту. Татуировка бабочки становилась все ярче с каждой секундой. Ее море сознания, этот кусочек серого, бледного мира начал меняться. Образовались волны сильной ауры. Бабочка мечты, она проснулась, бум. Агрессивная аура Сухаа охватила всю окружающую негативную энергию. Что касается Фатти, который был ближе всех к Сухаа, то его чуть не отправили в полет. Про пропроры, прорыв? Фатти был ошеломлен. Разве Сухаа не стал профессиональным эспером девятого уровня? Независимо от того, насколько быстрая его скорость, чтобы пробиться от эспера девятого уровня, нужно потратить некоторое время на стабилизацию его энергии, верно? Более того, путь с девятого уровня на вершину профессиональной сферы не самый ли сложный? По сравнению с маршрутом таланта, это как минимум в сто раз сложнее. Как это может быть так быстро? Нет, неправильно. Это не ауродоминного эспера. Пробормотал про себя Фатти. Однако это странно. На теле Сухаа, как могут быть признаки ауры, которая соответствует моим способностям? Бум. Прежде чем Фатти успел закончить размышления, сцена перед ним снова изменилась. Тело Сухаа сияло ослепительным светом с рисунком, похожим на бабочку, рождающуюся из кокона. С крыльями за спиной сцена стала шокирующей. Фатти так перепугался, что отступил на два шага. Берсерк-зверь? Фатти быстро понял, что ошибся. Сухаа сын Сутиньчин. Он не может быть зверем. Но эта сцена действительно странная и... Это кажется знакомым. Это бабочка. Это аура. Почему от него исходит такое знакомое чувство? Фатти в ужасе смотрел на происходящее. Он был совершенно ошеломлен. До этого было еще что-то, что нужно было сохранить, но теперь он позволил своему морю сознания раскрыться шире, не сдерживая ничего, потому что у него было чувство, что независимо от того, что Сухаа делает сейчас, это очень важно для него. В голубом море сознания бабочки. Сухаа сидел, скрестив ноги, и его сияние крайности продолжало светиться. Этот мир, который казался бесплодной пустыней, управляя двумя энергетическими флуктуациями, Сухаа позволил энергии, хранящейся в коконе, распространиться по окрестностям. Этот гигантский кокон начал проявлять признаки разрушения, в то время как ресницы бабочки мечты дрожали. Она, наконец, проснется. Сухаа смотрел издалека, сжимая кулаки. Это адское путешествие. Сцены во время звериного прилива все еще были живы в его памяти. Как будто все случилось только вчера, и этот маленький ребенок исчез, оставив его одного. И это его жизнь. Это то, за что эта маленькая соплячка променяла свою жизнь. Сухаа почувствовал боль в сердце. Вжух. Мир начал приходить в себя. Тусклый, темный мир преобразился, превратившись в море зелени, как тогда, когда Сухаа впервые пришел сюда. Многочисленные высокие деревья росли из земли, представляя бесконечную жизненную силу. Эта сцена выглядела похоже и сравнимой с покойным императором Грома. Эти многочисленные фрагменты звезд, падающие с неба, питающие каждое существо в городе Цзянхе. Это зрелище собственными глазами. Бум. Кокон треснул. Ослепительный белый свет появился из щели, превратившись в другой блеск. Сухаа не мог не закрыть глаза. Теперь его взор наполнился ярким белым светом. Вжух. В этом белом мире пустоты появилась девушка. Это была пятнадцатилетняя девушка, глядевшая в пустоту. Кто? Я? Малышка. Сердце Сухаа екнуло. Он быстро махнул рукой. Сюда. Однако, эта маленькая девочка вообще не слышала слов Сухаа. Она просто огляделась в бесконечной темноте, ощущая непрерывную головную боль. Что с ней? Сухаа очень нервничал, глядя на внезапный поворот событий. Он много работал и потратил очень много, чтобы убедиться, что бабочка пришла в сознание. Возможно, это ее последний шанс проснуться. Пожалуйста, пожалуйста, пусть все пройдет гладко. От того, как эта маленькая девочка оглядывалась вокруг, у Сухаа защемило сердце. Однако, прежде чем Сухаа смог изучить и понять, что происходит, сцена перед ним снова изменилась. Красивая голубая бабочка мечты летала в лесу. Все еще пребывая в замешательстве, она часто била себя. Тем не менее, она сохранила свой оптимизм и весело провела время с группой других бабочек мечты в лесу. Вот это, Сухаа, кажется, что-то понял. Это воспоминания. Глубочайшие воспоминания о голубой бабочке мечты. Воспоминания, которые произвели на нее самое сильное впечатление. Этот взгляд маленькой девочки. Должно быть сразу после того, как она превратилась в бешеного зверя. Сухаа, наконец, понял. Вжух. Появились всевозможные важные события из ее жихни. Сухаа начал больше понимать бабочку мечты, эту неуклюжую маленькую девчонку. Ее жизнь была счастливой, даже когда она превратилась в бешеного зверя. Все ее прежние воспоминания исчезли. Все, что осталось, это ее память, когда она проснулась зверем. Умные животные, живущие в лесу, она, естественно, стала гениальным существом. Поскольку зверь королевского уровня не может войти во владение человека, в этой пустыне нет ничего, кроме обычных зверей. Таким образом, это определенно рай для голубой бабочки мечты с человеческой мудростью. Там она провела свое детство, как бабочка. Однако, оставшись одна, она взлетала на самую высокую ветку и смотрела на прекрасное ночное небо, и никто не знал, о чем она думает. И. Она встретила Сухаа. Вжух. Появилось новое воспоминание. Поздно ночью она превратилась в человеческую форму, тихо проливая слезы. Она скучала по дому. Она хотела увидеть своих близких. Она хотела знать, кто она. Маленький ребенок. Сухаа почувствовал боль в сердце. Он обещал ей, что объедет весь мир, чтобы узнать, кто она такая. Однако, в конце концов, после поездки в несколько городов, он больше не думал об этом обещании. Он всегда думал, что, когда станет сильнее, узнать ее личность будет легче. Он никогда не думал, что из-за одной битвы они едва не расстанутся. Он чувствовал себя виноватым. У него были свои цели и мечты. Так почему бы бабочке мечты не иметь своих? Она даже не знала, кто она. Это маленькое существо. Сколько страданий ей пришлось пережить за это время. Сколько боли она чувствовала, когда была одна. Почему она ему не сказала? Сухаа был озадачен. Вжух. Появилось новое воспоминание. Сухаа посмотрел на него и онемел. Это был новый кусочек из жизни. Бесчисленные воспоминания переплетались друг с другом, и в каждом из них был он. Первый раз, когда он встретил ее. Взрыв подземной лаборатории. Убийство врага в городе Цзянхе. В поисках Сунья Тянь посреди ночи. Ее смущение, когда она случайно обнажалась. Сухаа продолжал смотреть. Он даже не осознавал, что у них с бабочкой было столько общих воспоминаний, и каждое из них было важным. Он и не понял. Когда она так сильно вошла в его сердце, появились новые воспоминания. Глава 638. Глава 638. Брат и сестра-сестра, услышав это слово, Сухаа почувствовал дрожь. Итак, что за ситуация сейчас развернется? Бабочка в замешательстве обернулась. Глядя на ошеломленного толстяка, она быстро спряталась за Сухаа, держа его за край одежды. Сестра, это я. Толстяк был очень взволнован. Джан Шаньфын, лунатик. Понятия не имею, кто ты. Бабочка решительно покачала головой. Фатти, все еще взволнованный, хотел что-то сказать, но передумал. Глядя на бабочку в деталях, он мог только горько улыбнуться. Верно. Моя старшая сестра была далеко в течение многих лет. Но ты все еще маленькая девочка. Простите. Я, должно быть, ошибся. Мне очень жаль. Фатти извинился перед Сухаа, и на его лице отразилось разочарование. Старшая сестра, а вот Сухаа все как раз понял. Сначала это казалось несколько странным, но если подумать об этом внимательно, происходящее здесь совершенно нормально. Бабочка попала в аварию в возрасте 16 лет. Это было 5 лет назад. Иначе говоря, этот маленький ребенок на самом деле старше его. Эта милая, маленькая девчушка на самом деле самая старшая из присутствующих. Как зовут твою сестру? Сухаа приобнял бабочку, когда задавал вопрос. Джан Ятин разочарованно ответил Фатти. Сухаа почувствовал, как ее хватка усилилась. Она может быть ошеломлена, но она не глупа. Обдуманный вопрос Сухаа заставил ее понять, что за его действиями что-то кроется. Похлопав ее по маленькой ручке, чтобы она не волновалась, он снова посмотрел на Фатти. Ты можешь рассказать мне больше о своей сестре, моей сестре? Фатти почесал затылок, не понимая, почему Сухаа спросил об этом. Однако, взглянув на бабочку, которая была похожа на его сестру, он вздохнул и начал говорить. Сухаа внимательно слушал. На самом деле никакой шокирующей истории не было. Это просто история о семье, над которой издевались в огромном клане. Отец Фатти умер, когда он был совсем маленьким, и семья, состоявшая из трех человек, ослабела. Джан Ятин из-за своей внешности пользовалась огромной популярностью. В отчаянии, когда она была еще молода, она встала на защиту своей семьи. С ее талантом она никому не уступала. Когда ей было 12 лет, она раскрыла свой талант и была высоко оценена главой семьи Чжан, превратившись в его личного ученика. С тех пор никто не смел их запугивать. В возрасте 16 лет Чжан Ятин стала самой сильной среди своих сверстников. Все ученики семьи Чжан не могли соперничать с ней. В конце концов, она стала самым ценным учеником. Однако, однажды, когда Чжан Ятин выполняла задание на улице, она получила травму и умерла. Что произошло дальше можно не рассказывать. С исчезновением Чжан Ятин, как могли те, кого она подавляла все это время, упустить этот шанс. Их цель была, естественно, Чжан Шаньфын. Через несколько лет они выгнали его из клана. Более того, из-за своей пожилой матери он должен был получать всевозможные виды плохого обращения, не имея возможности отомстить. Она умерла? Спросил Суха. Фатти Горько усмехнулся. Ее тело вернули. Не было никаких признаков травмы, кроме шрама от когтя берсерка. Должно быть, на нее напал какой-то сильный зверь. Сказав это, он замолчал на мгновение. Этот вопрос является очень распространенным. В пустыне никто не знает, когда он наткнется на могучего зверя. Хотя эти звери королевского уровня не смогут ступить сюда, в случае, если у зверей здесь внезапно будет прорыв, Фатти покачал головой. Такие вещи слишком обычны. Ага, Суха кивнул в знак согласия. Это эпоха зарождения способностей. За пределами города абсолютной безопасности не существует. Основываясь на том, что сказал Фатти, Чжан Йитин действительно мертва. Ее тело отправили обратно. Ее физическое тело определенно было мертво, но как насчет ее души? Это может показаться нормальным явлением, но применительно к Чжан Йитин это оказалось странным. Та же хронология ее исчезновения, та же внешность, за которую Фатти принял ее, плюс их знакомые ауры. Суха был почти уверен, голубая бабочка мечты это тот человек, однако, что на самом деле произошло? Что произошло в семье Чжан? Глаза Суха непроизвольно сощурились. Судя по масштабам подземной лаборатории, где проводился эксперимент голубой мечты, было ясно, что за этим проектом стоит огромная сила. Суха даже расследовал этот вопрос в отношении некоторых организаций, занимающихся убийствами, таких как организация Пиолинь. В конце концов, у организации убийц не было такой необходимости делать это. Убивать людей, превратив кого-то в неистового зверя, будет еще труднее убить цель. Как только аура зверя просочится наружу, прежде чем они успеют приблизиться к цели, один из них может быть обнаружен и захвачен. Буквально невозможно войти в человеческий город, не говоря уже о попытке убийства. Таким образом, за этим не должно стоять никакой организации по убийствам. Однако, если это не организация убийц, то кто это может быть? Был ли он врагом семьи Чжан? Или некоторые персонажи из десяти лучших кланов? Суха задумался. Он ничего не нашел. Однако это не помешало ему понять, в чем дело. Хотя он знал, что Чжан Шаньфын, ее младший брат, она не должна помириться с ним. Чтобы завершить этот эксперимент по помещению человеческой души в Берсерка, масштаб должен быть чем-то из его воображения. Это определенно не то, что он может решить в настоящее время. Если каким-то образом кому-то удастся понять, что есть успешный беглец, Суха и этот маленький ребенок будут в глубокой беде. После более чем одного года, Суха почти забыл об этом инциденте и заговоре, который остался в городе Цзянхе. В конце концов, он смог получить некоторые подсказки. Необъяснимо. Суха вспомнил, что в пустыне за пределами города Цзянхе лаборатория была заморожена, как будто она пришла из ледникового периода. Каково было отношение к эксперименту голубой бабочки мечты? Рано или поздно все разрешится, сказал себе Суха. Как жаль, бабочка была тронута, слушая эту историю, действительно хорошая сестра и намного умнее меня. Суха, глядя на бабочку, которая показывала жалкий и завистливый взгляд, Суха потерял дар речи. Малыш, ты знаешь, что Цзянхе тин, о котором мы говорим, это ты. Однако, эта маленькая тельца действительно может стать королевой? Суха взглянул вверх и вниз по ее фигуре. Ну, неплохо. Что неплохо. Уши бабочки дернулись, и она быстро взглянула на Суха. Кхм, кхм, ничего. Суха отмахнулся и посмотрел на Фатти. Я никогда бы не подумал, что у тебя такое прошлое. Однако, несмотря на то, что тебе удалось противостоять этим ублюдкам, боюсь это не продлится долго. Я верю, что после того, как они выздоровеют и забудут о боли, они вернутся за тобой. Плюс после того, что вы сказали, боюсь они не единственные, кто вас запугивает. Вы не можете пытаться подавить каждого члена семьи, который это делает. Фатти замолчал. Что сказал Суха, как он мог не знать об этом. Однако, это был единственный способ, который он мог придумать. Ради его семьи, Суха заметил выражение его лица, и уголок его рта приподнялся в улыбке. Ты когда-нибудь думал о возвращении в семью Чжан? Вжух. Лицо Фатти на секунду просветлело, а потом быстро вернулось в прежнее состояние. Вернуться к семье Чжан? Естественно, он рассматривал этот вариант. Однако, чтобы сделать это как кто-то, кто нарушил правила и традиции, установленные кланом, он должен был пройти пробную оценку и победить всех учеников из своей партии, прежде чем смог остаться. Если он достаточно силен, чтобы победить их или других учеников клана из более ранней партии, семья сделает исключение для него, поскольку он доказал свой талант. Это стиль семьи Чжан. Пока ты талантлив, они могут нарушать правила ради тебя. В прошлом Чжан Литин самостоятельно поднялась на самый верх и даже сумела привлечь внимание лидера клана, чтобы принять ее в качестве своего личного ученика. Чжан Литин в порядке, но как насчет Фатти? Набравшись сил, Фатти только беспомощно вздохнул. Насколько сильна семья Чжан, Суха взглянул на него на секунду. Толстяк на мгновение задумался, а затем оставил шокирующее заявление, не слабее, чем Коллитш. Бум. Сердце Суха ёкнуло. Не слабее, чем Чжан Чжан Коллитш. Несмотря на то, что его ум был готов узнать, насколько сильна семья Чжан, Суха все еще был ошеломлен. Как это возможно? Это Чжан Чжан Коллитш, лучший университет, предлагаемый федерацией. Семья Чжан неожиданно. Невозможно. Суха покачал головой. Насколько я могу судить, многие талантливые, такие как Тянь Цзы, например, до сих пор не поступили в Коллитш Чжан Чжан. Это другое дело, Фатти покачал головой. С точки зрения зачисления, семьи определенно не могут конкурировать с Коллитшем Чжан Чжан. Однако, сплоченность семьи гораздо важнее. Кроме того, у них нет этой концепции окончания. Как только вы родитесь членом семьи Чжан, вы умрете как один. После всех этих лет я не могу представить, насколько сильным будет клан. Если семья Чжан такая, то как насчет других семей? Семья Тянь? Глава 639. Глава 639. Проблема таланта Я? Ошеломленно переспросил Фатти. Он не думал, что Суха переключит внимание на него. Это какая-то шутка. Фатти оценил свои силы. В последнее время произошел огромный прорыв и он стал профессиональным эспером пятого уровня. Однако по сравнению с теми из семьи Чжан, которые входят в десятку самых жестоких мужчин. Я не смею. Фатти покачал головой. Он хотел вернуться, но не дошел до той точки, когда готов пожертвовать жизнью. С его нынешними силами, чтобы вернуться и принять участие в испытании. Что еще он может сделать, кроме как послать себя на смерть? Не волнуйся. Суха улыбнулся и похлопал его по плечу. Я не буду принуждать тебя, но я думаю, что это ты будешь просить принять участие. Что? Фатти был в растерянности. Ты хочешь улучшить свою силу? Улыбка Суха была похожа на улыбку незнакомца, пытающегося обмануть ребенка. Фатти долго колебался, но не смог устоять перед искушением прибавить себе сил и решительно кивнул. Здорово. Тогда давайте начнем. Щелк. Одна из рук Суха легла на его тело. С легким колебанием энергии Фатти мгновенно охватила мощная аура. В этот критический момент Фатти показалось, что на него кто-то смотрел, когда он был голым, и он почти подсознательно активировал свой духовный щит. Не двигайся. Строгое предупреждение Суха заставил его остановиться. Методы культивирования происхождения. Техника происхождения. Все виды огней переплетались друг с другом перед глазами Суха. Фатти никогда не видел этой сцены. Карты появились одна за другой, каждая техника культивирования Суха легко собрал все и начал сеанс сумасшедшего анализа. С тысячами компьютеров, активированных в модельном мире, процесс начался. Одна из технологий выращивания. Два метода культивирования. Один метод происхождения. Два метода происхождения. Суха вступил в фазу безумных умозаключений. Суха сидел, скрестив ноги. А Фатти уже давно отпустил его плечо. Через час он открыл глаза, и это означало, что дедукция завершена. Фатти, запомни хорошенько. Внезапно произнес Суха. Что? Фатти был ошеломлен. Что ему нужно помнить? Щелк. Суха положил руку на лоб Фатти. Бум. С громоподобным ревом. Фатти силой втащили в мир Суха. Это самая расслабляющая попытка с тех пор, как Суха научился этому трюку, и все благодаря тому, что Жертрест не оказал никакого сопротивления. Открой глаза. Суха не сказал ему никакой чепухи и направился прямо к настоящему делу. Перед Фатти появилась модель персонажа. Используя те же методы выращивания, с которыми знаком Жертрест он начал тренировать модернизированную версию. Это похоже, но в то же время отличалось. Поначалу Фатти ничего не понимал, но после того, как он начал в замешательстве подражать движениям, его охватило возбуждение. Такого рода улучшение. Такое улучшение безумно. Только с помощью одной техники культивации, только путем ее усовершенствования, его сила значительно улучшилась. Что, если он способен завершить все? Энергия не оказывает заметного влияния на этот путь таланта, но если она может выступать в качестве вспомогательной роли. Особенно для мощных способностей таланта Фатти. Если другие его отделы в состоянии идти в ногу, естественно, его путь таланта будет продолжать расти. Один бог знает, как сильно его подавляли все эти годы. Даже если он глубоко погружен в свой путь таланта, со всеми его ресурсами, он просто не может улучшить. А теперь... Сухао дал ему то, в чем он больше всего нуждался. Я хочу совершенствоваться. Я хочу прорваться. Я хочу вернуться. Фатти выкрикнул несколько строк. Оба его глаза были налиты кровью, когда он погрузился в культивацию. С моделью характера, чтобы направлять его, он начал тренировать каждую технику культивирования. Такой сильный талант. Сухао обронил несколько похвал. Честно говоря, если бы не эти люди, которые его подавляли, Фатти, возможно, стал бы, как его сестра, карабкаться на самый верх. Этот толстяк действительно удивил Сухао. С ним все в порядке. Голубая бабочка мечты наблюдала с некоторым беспокойством. Она беспокоилась о Фатти, сама не зная почему. Будьте уверены. Ненависть может ослепить, улыбнулся Сухао. Но Фатти не из тех, кого питает ненависть. Он просто хочет защитить свою семью. Это желание только сделает его сильнее. Ау, бабочка кивнула, не совсем понимая слова Сухао. Сухао громко рассмеялся. Этот маленький ребенок на самом деле ослепительный гений могущественного клана? Превзойти всех учеников клана? Это предложение, даже если это он, он не смеет сказать так в колледжи-джан-джинь. Разве это не значит? До того, как она пропала, этот маленький сопляк уже сильнее нынешнего его. Сухао почувствовал острую боль в сердце. Что случилось? Бабочка почувствовала состояние Сухао и потянула его за руку. Ничего, Сухао погладил ее по головке. Зачем об этом думать? Независимо от того, кем она была в прошлом, по крайней мере, в настоящее время она является голубая бабочкой мечты, а не Чжан Литин. Я уже выяснил кое-что о вашей семье. Сухао улыбнулся. Настоящей семье? Бабочка удивилась. Ага, Сухао кивнул. Только я пока не уверен, так что пока я вам ничего не скажу. Только после того, как я проведу полное расследование, я расскажу тебе все. Хорошо, бабочка ответил взволнованно. Я вас слушаю. Это маленькое отродье. Она действительно не могла видеть ситуацию перед собой или, возможно, она даже не рассматривала ее с другой точки зрения. Однако, поскольку она полностью доверяла ему, то этот вопрос семьи Чжан он поклялся исследовать его до самых корней. Сухао посмотрел на Фатте, и его сердце приняло решение. Внезапное восклицание бабочки заставило Сухао посмотреть вниз, и он заметил, что она снова превратилась в бабочку. Ее голос только что говорил с его разумом. Ох, я только что пришел в сознание, так что моя энергия еще нестабильна. Я собираюсь заняться культивацией. Погоди. Сухао остановил ее на секунду. Твоя нынешняя сила, кажется, вы. Ты так думаешь, бабочка тоже не была уверена. Дуреха. Сухао схватил ее за руку и потащил в сознание. На самом деле ее тело вернулось в состояние татуировки. Ты иди сюда. Сухао отправил ее в мир моделей. С этого момента ты будешь практиковаться здесь, небрежно сказал Сухао. Вот бабочка в шоке огляделась и вдруг заметила фигуру, идущую сюда. Она моментально испугалась и поняла, что внутри моря сознания на самом деле есть кто-то еще. Привет, Сухао. Эта девушка даже Шимин Сюань не был удивлен. Черт, он слишком агрессивен. Прошло всего несколько дней, Сухао действительно привез девушку. Голубая бабочка мечты. Сухао коротко представил ее. Шимин Сюань мгновенно понял текущую ситуацию. Раньше из-за невозможности покинуть образцовый мир у него не было другой темы для разговора с Сухао, и он даже высказал свое мнение о ее состоянии. Похоже, она добралась до владений. Однако из-за этого уникального прорыва она до сих пор не освоила силу доминого эспера. Сухао взглянул на нее. Вы будете направлять ее. Ладно. Шимин Сюань взволнованно ответил. В конце концов, он учитель. Вопросы обучения других людей, просто оставьте их ему. Особенно обучая доминого эспера, нет ничего лучше, чем это. Сухао. Робко произнесла голубая бабочка мечты. Это учитель из колледжа Чжанчжинь, домины эспер. Он может превратить тебя в квалифицированного эспера. Так что, просто культивируй здесь до тех пор. Колледж учитель. Голубая бабочка мечты была в восторге. Конечно, она знает о колледже Чжанчжинь. Неожиданно, после того, как она проснулась от глубокого сна, Сухао уже прибыл в колледж Чжанчжинь и фактически пригласил учителя, чтобы обучить ее. Это просто удивительно. Конечно, бабочка, очевидно, все еще не знала, что Сухао сделал с колледжем Чжанчжинь в эти дни, иначе она была бы еще более шокирована. После урегулирования вопросов, касающихся голубой бабочки мечты, Сухао покинул образцовый мир. Благодаря бабочке, ему удалось посетить в этом постоянном мире трех живых существ. Шимин Сюана, высокое дерево и голубую бабочку мечты. Это место со временем станет настоящим миром. Сухао гордился своим достижением. Еще ни разу не было такого, когда у него была такая сильная уверенность. Жертрест не способен войти в постоянный мир. В этом временном мире, после того, как Сухао закончил учить его, он без колебаний вышвырнул Фатти вон. Фатти очень обрадовался, что узнал все. Поблагодарив Сухао, он вернулся в общежитие, чтобы продолжить обучение. Сейчас, Сухао тоже пора возвращаться. Наконец у него было время, чтобы восстановить силы. За это время в отделе иллюзий произошли всевозможные события. Ему даже пришлось столкнуться с эспером мирового уровня. Однако он получил большой урожай. Самым очевидным было бы то, что с этого момента у него теперь есть сильный защитник. Хотя Сухао до сих пор не знает, кто этот старик, с этим стариком даже Коллитш Джанчжинь, Семья Тянь, Семья Су или любые другие силы не посмеют прикоснуться к Сухао, даже если у них есть возможность, потому что это не стоит того запугивания абсолютной власти превыше всего. И этот старик, он мог быть одним из тех немногих существ, стоящих на вершине иерархии. Сухао попытался угадать. Глава 640. Глава 640. Создатель вселенной Восточный регион Федерации. Между бесконечными горами есть город Гайюань. Он стоит на вершине горы, обеспечивая абсолютное географическое преимущество против бродячих зверей. Со всеми видами оружия любое животное, которое осмелится вторгнуться в этот город, будет немедленно уничтожено. Однако сегодня, РРРРА, раздался сердитый, громоподобный рев. В отдалении, между туманными горами, появился странный зверь. Покрытый пламенем, оно окрашивало небо в красный цвет. Стреляй! У ворот города Гайюань стояли стражники. За все эти годы, было так много зверей, которые осмелились вторгнуться, но разве они не были уничтожены лучом энергии происхождения? Вжух, вжух, лучи света вырвались наружу. Мощные, сгущенные энергетические лучи попали в цель, но то, что напугало охранников, это зверь, на самом деле все еще в безопасности. Что случилось, это потому, что нет источника энергии, нет исходной энергии, все еще в хорошем состоянии. Охранники были озадачены. Эти высотные системы вооружения были чрезвычайно сильны. Использовав это оружие для защиты города в течение многих лет, они почти забыли о бдительности. Ра-ра-ра-а! Зверь завыл, заставив небо содрогнуться и бесконечное пламя спуститься с неба. На самом деле он направился к городской стене с сильным намерением убить. Активировать защиту. Есть, вжух, загорелся синий свет, освещая все вокруг. Глядя на эту сцену, стражники вздохнули с облегчением, но тут же увидели, что щит начал рушиться. Как это возможно? Это наша самая совершенная защита. Что случилось? Все почувствовали страх. Бум! С появлением новых языков пламени этот щит, который охранял город Гайюань в течение многих лет, разрушился, заставив пламя приземлиться на город. Бум! Бум! Земля взорвалась, образовав огромные кратеры. Теперь все были потрясены, обнаружив, насколько грозными были эти маленькие огоньки. Зверь королевского уровня. Черт побери, это определенно зверь королевского уровня. Это, должно быть, какой-то бешеный зверь прорвался. Быстро беги, спасай свою жизнь. Стражники в ужасе разбежались. Что касается охранников, то они бросились в комнату наблюдения, чтобы нажать кнопку, которая указывала на угрозу на самом высоком уровне. Однако, не успев вовремя спастись, они погибли от огня, спустившегося с неба. Через 10 секунд сцена превратилась в руины, не оставив после себя ни одной живой души. Смотровая башня разрушена. Зверь взревел, когда пламя в его теле вспыхнуло. Однако он внезапно затихо издал звук, похожий на мурлыканье. Он послушно присел на корточке. Из-за него медленно вышла стройная фигура. Прикасаясь к этому обезумевшему зверю, как будто он гладил щенка. Город Гайюань. Я вернулся. Тянь Лонгкорд сухо взглянул на письмо. Только вскрыв его, он смог вздохнуть с облегчением. В письме он нашел ответы на вопросы, касающиеся культивирования, а также на некоторые основные аспекты судебного разбирательства. Суд, чтобы стать учеником Тянь Лонга, чрезвычайно строк. Кто имеет право подать заявку и участвовать в этом процессе должен иметь не менее 30 очков боевой силы. Однако от 31 до 36 пунктов и далее было бы невозможно получить доступ со здравым смыслом. Студенты с такой силой, как правило, находятся на пике профессиональной сферы и вскоре станут доменным эспером. Таким образом, после регистрации на этот процесс Тянь Лонгксут издаст учебные пособия заранее, чтобы решить текущие проблемы, с которыми сталкиваются студенты, чтобы они могли рассмотреть и внести улучшения. А теперь Сухаа читает это руководство. Содержание небольшое. Есть только один общий момент, который до того, как энергия происхождения исчерпана, никогда не следует вступать в доменную область, иначе это закончится саморазрушением вашего будущего. Саморазрушение будущего. Сухаа нахмурился и продолжил читать сообщение. Закончив читать, он испытал некоторый страх. Неудивительно, что Тянь Лонгкорт послал такое сообщение. Если бы не это предупреждение, невозможно представить, сколько студентов пошли бы по неправильному пути. Сокрушительный талант построить домен. Зачем подавлять талант? Потому что в области домена домен является реинкарнацией самого таланта или, другими словами, обновленной версией таланта, но формой домена. Таким образом, только когда один сокрушает талант, он может быть перестроен в домен. Это процесс, чтобы стать доменным эспером. Однако есть один момент, который нужно запомнить. Домены полагаются на сам талант. Таким образом, только тогда, когда талант достаточно силен, созданная область будет мощной. Таким образом, на данном этапе нужно максимально подавить свой талант, сжав его до предела, прежде чем рассматривать прорыв. Еще один прорыв, который должен достичь предела. Пробормотал Сухаа. Сила самого таланта – это фундамент, на котором строится домен. На этом этапе можно заметить незначительные различия, но когда дело доходит до области домена, не делая этого, вы можете остаться позади на тысячи миль. Таким образом, все безумно культивируют. Почему Тянь Лонгкорт послал такое сообщение? Потому что почти все ученики, которые вошли, имеют только одну цель – подавление своих талантов. Потому что каждый ученик был бы на пике профессиональной сферы. Это самый первый раз, когда Тянь Лонгкорт наткнулся на такого персонажа, как Сухаа, который вошел в профессиональную сферу девятого уровня. В конце концов, кто из здешних учеников не работал усердно, прежде чем достичь вершины профессиональной сферы? Пройдя через все виды трудностей, они, наконец, удается войти в Тянь Лонгдвор. Эти студенты, они все сильные. Пик профессионального эспера – очень уникальный уровень. Чем дольше вы останетесь здесь, тем выше преимущества, которыми вы будете пользоваться в будущем. Потому что это представляет собой бесконечный потенциал идеальной доменной царства. Представьте себе, насколько велика разница между числом с одной цифрой или одним с десятью цифрами. Десять раз, но, что, если он отличается числовой базой? В этом случае, когда вы вступаете в доменую область, насколько это будет разница в силе? Никто не знает. Однако каждый ученик при дворе Тянь Лонгд знает, что чем дольше он подавляет себя, тем больше силы приобретается, когда он продвигается в область владения. Суха внезапно подумал о старшем Ванчине. Один этот внушительный меч мгновенно убил императора Огненного Тигра. В то время он чувствовал себя странно, как профессиональный эспер может так легко убить доменного эспера. Теперь казалось, что Ванчин давно достиг требования прорыва, однако он предпочел этого не делать. Вместо этого он продолжал безумно подавлять свой прогресс, используя один меч, чтобы убить, и все же есть еще не использованный потенциал. Насколько силен старший Ванчин? Суха на мгновение задумался. Необъяснимо, но Тянь Лонгкорд это таинственное место убедил его в своей мощи еще до того, как он поступил в Чжанчжинский колледж. В конце концов, он все еще должен пройти испытания и еще не считается формальным учеником. Если кто-то случайно культивирует и его удача достаточно хороша, чтобы прорваться в домен эсперов, Тянь Лонгкорд никогда не примет такого ученика. Свист. Суха молча закрыл виртуальный экран. Это сообщение разрешило сомнение в том, что он должен делать во время культивирования. Не только это, но также было напоминание о дате его суда, которая примерно через месяц, один месяц, Суха все еще сохранял самообладание. Ему достаточно месяца, чтобы собраться с силами. Прежде всего, его количество энергии, Суха наблюдал за его телом. После этой серии прорывов количество энергии значительно увеличилось. При нормальных обстоятельствах у вас не будет такой степени приращения, но при восьми последовательных прорывах приращение определенно не будет таким маленьким. Поскольку его энергия возросла, очевидно, его общая сила последует за ней. Его самым большим достижением будет возможность втянуть кого-то в свой образцовый мир. Без появления дополнительных карт это означает, что это не тип техники. Это просто фундамент. Суха очень хорошо понимал иллюзию, и с некоторым пониманием в духовной области он смог завершить поток сознания. Вот что принесло ему прочное основание. Возможно, это похоже на блеск крайности. Он не классифицируется ни под одной картой, но все же невероятно мощный. Однако именно из-за этого завершения основания Суха теперь может начать фокусироваться на реальности, чтобы фиксировать изменения модели мира и экспериментировать с собранными данными, что и является истинным улучшением. Из-за проблемы, связанной с методом приведения людей в его мир, Суха теперь может направлять в него свое сознание. До тех пор, пока кто-то попадает в самую основную иллюзию, он будет брошен в модельный мир. Однако, только потому, что он только недавно узнал это, каждый раз, когда он пытается выполнить это действие, он борется с ним. Почему бы мне не попытаться консолидировать свой метод? Суха задумался. Если ты не техника, я превращу тебя в нее. Если у вас нет карточки, я дам вам ее. Суха начал двигаться. Анализируя формулу мира модели, он начал делать безумные выводы. В конце концов, Суха удалось найти общую формулу преобразования. После нескольких проб и ошибок его успех значительно улучшился. До тех пор, пока человек не будет сильнее Суха с большим отрывом, независимо от того, кто вы. До тех пор, пока вы не будете полностью невосприимчивы к иллюзиям Суха, вы будете втянуты прямо в модельный мир. И в этот момент, бум, вспыхнул свет. Новая техника получена. Условия для создания карты выполнены. Создание самодельной карты завершено. Глава 641. Глава 641. Смерть федерального опекуна Создатель Вселенной. Суха любит это имя, которое часто встречается в сказках. День. Именование завершено. Карточка ярко вспыхнула у него в голове. Договорились. Суха воспрял духом. Закончив приготовление, он начал культивацию по-настоящему. После 10 лет, проведенных в маленькой темной комнате, его психическое состояние стало чрезвычайно стабильным. Уничтожение артефакта Нитой пошло ему на пользу. Однако все еще есть необходимость стабилизировать его культивирование. Бум. Вспыхнул свет и Суха глубоко погрузился в культивацию. Колледж Чжанчжинь. В неизвестном красивом чердаке, было отправлено сообщение, которое ошеломило многих людей. В городе Гайюань, обычном городе, расположенном на вершине горы, появился зверь, равный царю. Сообщение точное. Точное. Я видел это место раньше. Вокруг нет сильных зверей. Таким образом, там не должно быть никаких зверей, равных королю. Во всяком случае, давайте сначала это подтвердим. Хорошо. По команде были отправлены федеральные стражи. Это их миссия. При нормальных обстоятельствах в пределах федерации не должно быть зверей, равных королю. Как только они появляются, это указывает на то, что должны быть некоторые звери, которые достигли прорыва. Их нужно было уничтожить как можно быстрее, чтобы предотвратить любой серьезный ущерб. Однако, город Гайюань, это название заставило многих людей нахмуриться. Несколько лет назад. Они просто были там раньше. Из-за того, что там появился один зверь, они заплатили огромную цену, чтобы убить его. Пока они были на нем, они очистили все берсеков вокруг. Все звери, приближавшиеся к царю, были уничтожены ими. В теории. Там, по крайней мере, в течение нескольких десятилетий не должно быть никакого зверя, сравнявшегося с королем. Это странно. Несмотря ни на что, мы все равно должны пойти и посмотреть. Джан Ян постучал пальцами по столу. Может быть, это зверь из другого места и случайно прорвался, когда проходил через город Гайюань. Возможно. В таком случае, кивнул Лан Тепсюй. Давайте отправимся туда. Ладно. Джан Ян встал. Подождите, почему вы оба уходите? Появился голос, полный издевки. Когда появляется новый зверь, вы двое всегда ходите вместе. Вы, ребята, получите все преимущества. Тогда у нас ничего не будет. Кроме того, город Гайюань, территория моего контроля. Нет необходимости в вашем вмешательстве. Лан Тепсюй повернул голову. Даже не глядя, он знал, кто это. Тянь Фан. Ранее тот, кто хотел, чтобы Суха протащил ядерное оружие в домен чудовища-ублюдок, который пытался взорвать бомбу. Член семьи Тянь потерпел неудачу в своей схеме и вместо этого попал в тюрьму. Из-за этого он ненавидел Суха. Однако семья Тянь быстро отправила людей, чтобы доказать его невиновность. В конце концов, он не нажимал на кнопку. Ваш партнер не присутствует. Лан Тепсюй чувствовал себя немного странно. При нормальных обстоятельствах, когда появляется новый зверь королевского уровня, это всегда будет команда из двух федеральных стражей. В конце концов, если у зверя есть какой-то уникальный талант, было бы опасно сталкиваться с ним в одиночку. Несколько дней назад напарник Тянь Фына отправился выполнять задание, поэтому они не приняли его во внимание. Не беспокойтесь о моих делах. Поскольку зверь появился в моем районе, холодно усмехнулся Тянь Фын. Это мое дело. Просто животное, которое только что прорвалось, я могу решить это сам. Хватит выпендриваться, Джан Ян нахмурился. Прежде чем это дело будет тщательно расследовано, прекратите свое отношение. Что? Так вы, ребята, охраняете мир во всем мире, но когда дело доходит до меня, это хвастовство. Я не собираюсь повторяться. Я могу уладить это в одиночку. Гайюань это территория, за которую я отвечаю. Без моего разрешения, перестань мечтать сделать шаг в его сторону. Слова Тянь Фына лишили всех дара речи. Другие федеральные стражи, которые наблюдали за этой сценой для развлечения, были раздражены его словами. Поскольку вы хотите монополизировать власть, мы не остановим вас. Тем не менее, убедитесь, что зверь не продолжает свое неистовство. Конечно, нет, Тянь Фын ответил с полной уверенностью. Это просто животное, которое недавно совершило прорыв. Лань Тепсю и Джан Ян смотрели друг на друга, не высказывая своего мнения. Менталитет Тянь Фына был проблемой, но их отношения с ним не кажутся достаточно хорошими, чтобы остановить его. Дождавшись, когда подъем Тянь Фына подойдет к концу, Лань Тепсю и объявил о своем плане. Старик, я и Джан Ян будем на готове и будем действовать, когда потребуется. Что касается остальных, подготовьте соответствующие инструменты. Что федеральный страж был озадачен. Я думал, Тянь Фын позаботится об этом, я ему не верю. К тому же, не колеблись, сказал Лань Тепсю и это звучит подозрительно. Не думаю, что это счастливое совпадение. Я чувствую, что должны быть какие-то неизвестные проблемы. Ты слишком много об этом думаешь. Да, это может быть заговор. Это просто бешеный ритм. Мы не должны поднимать шум из ничего. Все выразили несогласие с этим планом. Наконец, появился начальник отдела стратегии Пан Ху и пресек это дело. После настоятельной просьбы Тянь Фына, в конце концов, ему было поручено посетить там разведчика. Если что-то не так, он должен не действовать самостоятельно, а вернуться и доложить начальству, прежде чем принять решение о следующем шаге. Я понимаю, Тянь Фын нетерпеливо махнул рукой. Ладно, тогда иди. Пан Ху лишился дара речи. Тянь Фын прибрался и ушел. Прежде чем уйти, он окинул своим взглядом Лан Ти Псю и Чжан Ян. Тянь Фын не смог сдержать насмешки. Очевидно, он чувствовал, что выиграл этот раунд. Эти двое осмелились посигнуть на его территорию. Хэм Тянь Фын ушел, оставив Лан Ти Псю и Чжан Яна в смятении. В конце концов, Чжан Ян только беспомощно пожал плечами. Надеюсь, на этот раз наша интуиция ошибается. Однако произошло нечто неожиданное. После ухода Тянь Фына о нем больше ничего не известно. В соответствии с обычными правилами, после того, как Эспер достигнет места происшествия, он должен будет начать контакт для отчета, прежде чем уничтожить зверя, а затем сообщить об этом. Но для Тянь Фына нет никаких новостей. Один день, два дня, три дня. Через три полных дня, когда все почувствовали, что что-то не так, новости Тянь Фына наконец достигли их ушей. Но то, что вернулось, было мертвым телом. Когда они увидели тело, тут же побледнели. Это зрелище напугало всех. Он мертв. Все в стратегическом отделе были ошеломлены. Великолепный федеральный опекун действительно умер. Даже Лань Типсю и Чжан Ян были шокированы. Они предполагали, что если дела пойдут плохо, Тянь Фын может получить серьезные травмы, но они не думали, что он умрет. Этого не случалось уже очень давно. Отдел стратегии. Атмосфера была очень мрачной, достаточной, чтобы напугать людей. Все знали, что на этот раз такой инцидент пахнет неприятностями. Федеральный страж, ответственный за уничтожение зверя, выровненного королем, и зверя, который только что пережил прорыв, недостаточно, чтобы быть проблемой в их глазах. Не говоря уже о том, что обычно они действовали в команде из двух человек, прикрывая друг другу спину и не давая зверю сбежать после поражения. Однако, несмотря ни на что, они бы никогда не подумали. Зверь действительно победил. Он не только выиграл, но и выиграл очень легко. Даже такой доменный эспер вроде Тянь Фына не имел возможности сбежать. Что это за ужасающая сила? У всех было плохое и жуткое ощущение на душе. На их родной территории, территории Федерации, убийство федерального опекуна это, безусловно, самая большая ирония, что именно там произошло. Панху пришел в ярость, но никто не ответил. Здесь все такие же федеральные опекуны, как и он. Кто знает ответ. В это время техник воспроизвел видео, но они были потрясены, узнав, что все видео, даже те, которые были сняты со спутника, были просто черными видео. Что-то не так. Сердце Панху пропустило удар. Вяжитесь с городом Гайюань прямо сейчас. Есть. Техник отправился на разведку и быстро получил известие, что все восемь наблюдательных вышек уничтожены. Мало того, весь город Гайюань был окутан странным барьером, мешающим любому спутнику наблюдать за ним. Другими словами, город Гайюань стал невидимым. Никто снаружи не знает, что там происходит. Черт побери. Панху одним ударом уничтожил стол. Итак, мы потеряли внимание.